Всем привет! С вами Андрей Чент и я сегодня не один! Наконец-то я начинаю наш выпуск от нашего тройничка Один за всех! Скажу даже больше, у Вэла и у Мишани уже есть выпуски на канале Ссылки я для вас оставил в описании, поэтому как только досмотрите Обязательно загляните и посмотрите наши выпуски Один за всех, где мы тоже снимали все втроем Ребят, привет! Привет! Ну что, вы готовы? Мы готовы! У нас будет сегодня синдром Отелло Не знаю, что за выпуск вообще, то есть пальцем в небо Надеюсь, что будет с чего погнать веса Что-то про ревность, наверное Про убийство, возможно Посмотрим, но Это токсик, если кто вдруг не знает Это жертва Это жертва, а я бывает, знаете, то там, то там И я обещаю, что я сегодня, Миша, таксичить, арбузить не буду Ты это никогда не делаешь Первых 10 минут выпуска Засекайте А дальше закрой рот Все, можем начать, собака сутула Можете писать коментарі, да? Все, я ему сегодня буду отвечать, а отвечать буду ему, да, все Добрый вечер, я Михаил Присяжник, и это проект «Один за всех» В этой студии мы помогаем тем, кто втратил надеянную справедливость Я прибегла сюда, заховалася сначала за угол, потом села вот тут на бордюрчик Нервовала, плакала, не знала, что мне дальше делать У свои 43 Катерина Козлова вимушена, как останнюю безхатьку, ночевать в гаражах Хоча б, здавалося, ее жизнь – это мечта каждой женщины У него просто сигнал напрямую идет, да? Все? Ты готов? Да, Starlink Все? Да, все Нормально тебе? В центре Лубнив, телефон останніх моделей, брендовий одяг та чоловік-антиквар Самый бизнесмен Сергій пообіцяв Каті Прикинь, такая показа, ну я розумію, что это до чего было сказано А ты такая, это мой человек сидит в вазах Просто, ну, как бы, блин, я сегодня на твоем месте, давай, тролль мене Давай, давай, який жах Муж ваза Ой, хлопці, так смешно не можу зупинитись Дайте я вийду Даже сейчас так сидит, да? Такое Прямо от хочет там, чтобы мы напихали прям Будь ласка, хоть раз напишите, что это они меня троллять, а не я, Миша Будь ласка Сирку с неба, а замість цього щоденно ее каличать Покажу, какие у меня жіночі гарні руки Тебе они схожі на жіночі? Ого, у нее походу реально пальцы, смотри, переломанные Ты думаешь? Да дай мне хоть что-то прокомментировать Это начало Пальцы переломные, он на ней измывается Как отеля над дездамоной Реально, ты думаешь, оце переломанный палец, так? Ну да Цей палец А скажи, пожалуйста, а тебе не выселить? Ну, сама рука пошкоджена Нет Переломанный ним в дверях Мені зробили операцію Зрісся він неправильно, як ви бачите Капець, капець Я зробила була манікюр, він підійшов до мене, схватив мене за руку, а це я навіть не пам'ятаю Причина всього цього звірства – патологічні равнощі Сергія А аби спіймати Катю на гарячому, він маніакально стежить за кожним кроком дружини-зрадниці Так какого тогда ты на ней женился, если ты ее постоянно подозреваешь? Я не... Так скажи, все на пальце Михайло, дуже слушный коментар Да, я просто читаю, что если ты не уверен в человеке, зачем вообще строить что-то серьезное, стремиться к семье, к детям Ну что, ну, брак в моем случае – это вот на небесах один раз, нужно найти человека на всю жизнь Наскільки интеллигентно, наскільки вишукано, він коментує, це просто неумоверно Михайло, у мене є враження, що серед нас трьох – вы найрозумніших Сейчас все, хто не понимают і смотрят впервые этих двух То вам просто, ну, как будто третий сезон серіала Вам обязательно нужно посередь два предыдущих сезона по ссылке в описание И только тогда вы, возможно, вникнете всю эту историю Михайло, и так, как вы среди нас найрозумнейший, вам будет найшвидше знайти пробел для того, аби натиснути и продолжить переход А ось он Михайло, дякую Не один раз я находила камеры видеонагляду, регистраторы Вот тут была, побачила, камера стояла, была так аккуратненько прикрыта И я заметила, что мега и сын Чувак снимал свое кота-шоу, наверное, новое, типа аля аферисты в сетях, думает на такой-то контент Слушай, а ты не думал себя дома везде камеру установить и поставить круглосуточную Они стоят Не, чтобы... До речи До речи Не, чтобы вот жизнь Ченда, как шоу Трумана Ну, Чен Труман 24 на 7 Как только это сделают, то YouTube заблокируют за 5 минут вообще весь контент То есть нельзя все показывать, что ты делаешь дома Да, а у меня камера не умеет сама квадратики накладывать Ага, я понял Все, вопрос снимается как дебильный Михайло, у вас не бывает дебильных вопросов Да хватит Припините, будь ласка, токсичите сами до себя Заручником кровавых подружных розбірок став их 9-ти речный сын Сашко Батько погрожував хлопчику, что на его очах розріже маму на шматки Та згодуе тіло собакам А в порыве ревностей взагалі облив его та дружину моторной оливой Щоб підпалити та відправити на той світ Боже мой Почему он до сих пор на воле? Это пока так мая сидит 100% Ну а блин, какие могут быть обсуждения? Это покушение на убийство И на жену, и на сына Я таких мерзавцев не понимаю Но я еще больше не то, что его не понимаю Блин, я так много говорю, класс Меня никто не останавливает Но не понимаю еще и ее Причем на моем канале Да, как она может жить с таким упырем Спасибо Это раз было, когда он поднимал при мне Я его пытался, ну, чтобы он не боялся Мама еще помню Мы выбегли на улицу, мама побегла в парк А папа погнався за ней Можна сказать, я каждый день это вижу Упродовж 9-ти роков В домашней тиранії страждали и старші сестри Сашка От постоянных знущин Сергея Вони втекли до своего родного батька Зараз они налаштовані Изолювати братика Відвідчима тирана Адже Від такої гнятючої атмосфери вдома У Сашка уже їде дах Малагу уже тоже нервы Он ходит в него, руки трусятся Это почти год длится Сергей посадил их в машину И, ну, типа, говорит Сейчас едем, говорит И разбиваемся все Никто не остается в живых Мама, то есть, ну, когда он начал набирать скорость Мама просто открыла дверь И с Сашей, ну, то есть с братом Просто, ну, они выпрыгнулись с машины Сьогодні в студию Дозавсит Мы узнаем То чья ж зрада насправді зруйнувала колись Щасливий шлюб Який чоловік приїде до Києва Аби розкрити пікантні таємниці Катиного життя Та що зашокуючи відео Змусить Сергія тікати зі студії І хто врятує дев'ятирічного Сашка Із цього сімейного пекла Оууу, а вони всі ці лисі якісь такі, ну, дуже агресивні В студії зараз старші сестри Сашка, Наталя Яценко та Анастасія Козлова Сьогодні вони тут аби вирвати брата з полону нездорових стосунків батьків Щоб забрать брата з ось цього кошмара, как вы сами видели А допомогти вам спробують гости та експерти в студії актриса театра и кино Рима Зюбина. Почему она с ним? Почему она не делает? Почему она сына не спасает? Потому что он сказал, что я тебя грохнусь от меня, если ты от меня уйдёшь. Ну типа... А ты думаешь как? Больные живут на отдельном острове, типа их никто к нему не подпускает и... Андрей, извините, пожалуйста, но мне кажется, что твоего IQ не хватает, чтобы понять и ты. За вопросом Михаила... Ты всё сказал? Ты? Ты понимаешь, что они не понимают? Всё они понимают. Так они не все смотрели эти выпуски. Подивиться. И у меня есть на канале и у Валерчики, посмотрите... Причём не по одному уже в выпуске. И там такой... там такой... там такой разрыв. Я вам скажу. Я вам раджу. Рекомендуемо. Ага, нажимай. Ставник службы у справах детей Ирина Антошко. Быловедучая Надя Матвеева. Антошко. Это ученик. И наши последние эксперты. Адвокат Сергей Костыра. И психолог Анна Кушнарук. Наталя, вам 20, а вам, Настя, 16 лет. Я вообще не понимаю, как можно жить в такой атмосфере. Мам... Что? Ну мне так, которая 20 выглядела постарше. Ну окей, это просто были мысли вслух. Угу. Вона, наче мала дитина, не понимает всей ситуации. Да. А кто старше из них? Крайняя слева. Та, что леворуч, это старше. С микрофоном. Ну вообще-то да. А та, что праворуч, та молодшая. Ну смотря откуда смотреть. Если смотреть так, как мы смотрим. Та, что ближе до присяжника. Да, та вроде младшая. А вообще, что такое левая и правая? Сколько он обещал, то есть сколько он просил прощения. Я больше так не буду, у нас будет идеальная семья. Не, это 16. Он менялся на три дня. Я вообще-то пошутил. Та, что старше? Ну да. Ага, так она и выглядит старше. Да какая тебе разница? Девушки, вы все великолепны. В любом возрасте. Мы вас любим. Баба Зина, 92. На неделю вот его хватало. Все. Все те жахи, какие мы сейчас почули с этого видео, это все правда? Да, это все правда. К сожалению. Вот это все и есть. Я думаю, у меня люди напишут типа чем. Раньше, когда ты снимал один, реально было лучше. И это реально были реакции. Мы из тебя разбирали серьезные фильмы. Мы вникали в это все, типа, истории очень жесткие. Скажут, кого ты нахерн позвал? В сраку сюжет! Мы с вами! Сейчас люди думают, какую в сраку? В какую? Что эти за люди вообще? И снова таки, у нас есть традиция, когда мы втрех снимаем, то мы не всегда поддерживаем сюжеты. Иногда мы комментируем, просто чтобы коментовать. И в этой течке есть прихильники, которые пишут хештег, который называется... Сюжет не нужен. Нет, не так. В сраку сюжет. Сейчас такие люди скажут, а какой нужно писать текст, чтобы этих двух не было? Будь-який текст, который будет нацелен на то, чтобы нас не было, вы сразу в бане. Но это решение не будет. Мы взломали канал Чэнда. Сейчас. История больше всего жалко Сашу. Когда они в очередной раз поскандалили, Сережа ушел из дома и написал смс-сообщение. Ключи на даче возле двери. А я буду в Яру на орехе висеть. Мама сообщение это прочитала вслух и это услышал Саша. Он начал очень сильно плакать. У него была жуткая истерика. Ну, ребенок настолько плакал, да. Никогда его таким не видела. Побежали туда. Он сидел в своей машине просто. Боже мой. У него была красная такая полоска на шее, что он как бы пытался повеситься, да. Но он не смог. Не смог. Он не только себя хотел убить, а еще и всю родину. Он посадил их в машину, маму, Сашу. И он сел и сказал, что мы сейчас все вместе едем на трассу, там есть возле Лубнов и просто разбиваемся. Мама на ходу открыла дверь и вытащила за собой Сашу. А как бы выстрелила, да взломала себе шею. Мама просто счесала руку. Хотя, если у тебя была бы более новая машина, хрен бы ты на ходу двери бы открыл. Но если ты не водитель, который может разблокировать двери, у тебя же такой функции нет. Ты думаешь, они на Таври и поехали? Ну, я думаю, это то, что был S-Class и так далее. Ты же не можешь, у тебя срабатывает система на определенной скорости. Есть блокировка. Есть блокировка. Да, даже без блокировки. Тебе блокируется и все, ты уже с машины не выйдешь. И эта штука всегда находится в основном возле водителя. Но у меня в Крузии раньше открывались двери. В Камри все блокируется. В Камри все блокируется. В Камри все блокируется. В Камри все блокируется. Я когда ехал, я держал одну дверь и вторую пассажирскую, если там никого не было. Я потом ехал. В данном случае маме повезло, что это была какая-то старая машина, которую можно было поставить двери. А мама, слушай, может она кайфует, у нее какие-то гормоны выделяются и ей это нравится? Почему она до сих пор продолжает? Сейчас ты отхватишь комментариев. Какая разница? Мы такие, как у нее есть. Да, она кайфует, ей нравится. Так мама не защищает, маму все устраивает, пришли сестры. Да, ей нравится. А маленький? Маленький, но она не себе. Это было как предположение. Как ты думаешь, это уже тот момент, когда все пишут, что я токсик? Так хватит. Я хочу застерегти, мама просто защищала руку. Вы настолько скалечены, девчата, так что для вас это просто защищало руку. Насколько мне известно, он даже не остановился и поехал дальше. Вот. Какая женщина с маленьким сыном была застерегти, пешки идти домой. Подожди, она с сыном выпрыгнула? Да. Это только мать выпрыгнула? Нет. Он к ней пришел, еще раз уйдешь и тебе нахрен зарежу. Дальше что? Полиция ничего не делает. Один за всех. Один за всех. Або переезжать в другое место. Зникнуть в страну. Все равно. А не куда переезжать. Нет денег. Другого дома нету. Пока они не завалят. Так вот многие живут. А если защиту убившего мужа попросить? Да просто в любого. И что? Есть психбольного, если он уже готов реально убить даже. Он не парится. Ему типа все равно. У нас была такая история, что как мама, сын ображал маму. Дуже жестко ображал. Реально. Свою маму ображал. И я не буду имена называть, чтобы не спалить историю всю. Но мои знакомые парни, они просто нашли на горшке что-то схожее на милицейскую фуражку. Пальто черное. Пришли до него, сказали, что они полиция. Я не думаю, что он уже боится. И он прекратил. На какой-то час этого достаточно. Но все равно можно так периодически... У меня в доме был сосед неадекватный, который дебошировал. С ним несколько раз говорили вот так. И не дошло? Не дошло. И только после того, как натравили на него ментов, все. Решилось заявок писали. Ты хотел сказать полицию? Да, полицию. Полиция. Угу. То есть он все решился. Это человек над небезопасен, на нем керует афект. Мы все знаем по себе, когда мы сердимся, когда мы гневаемся, мы можем себе там дозволить голоснейше сказать, або там... Кого-то зарелось. Мы себе дозволяем какие-то реакции. Но они есть в рамках нормы. Они плюс-минус безопаснее. Конечно. Ты же тоже когда в рамках нормы хочешь кого-то грохнуть. Это же есть рамки для этого. Певные нормы. А знаете, есть такая фраза, типа, бросить не хотел убить да. Вот часто в социальных сетях пишут. Ну типа, доказательство любви. Ты меня хотел когда-то бросить? Бросить ни разу убить да. Но это идиоматическое выражение. Я знаю. А я знаю. Я уже трешки начал читать, что-то развиваться. Чтобы понять то все, что он говорит. Спасибо, кстати, за Коломбо. Я действительно был не прав. Не Колумб он Америку открыл, а Коломбо. Был такой сериал. У нас сейчас интересные люди, которые смотрят первый раз, они такие думают, что за Коломбо? А ты еще сделаешь ссылку на первое веселье, которое ты провел? Я что-то извести расскажу. Нет, дело не в этом. Он говорит за Коломбо. Выпуск, который был у вас. А если люди еще не посмотрели, он думает, что за Коломбо? Значит это знак посмотреть. Будет свободная минутка. Велком. Велком. Захватом цего аффекта, что он не зупиняется, даже когда он видит незворотные наслідки. У мамы было потрясение мозга. Смотри, какого вообще можно на сайте создать? Вел.ком. А я Мишаня выбрал, потому что у меня сама первая теща так называла. А потом, когда с Андрюхой сидели, он же постоянно ко мне тоже Мишаня-Мишаня. Я говорю, Андрей, а если Мишаня будет? Давай. Мы долго не... А, Архангел думали, помнишь? Я молчу. А, ну да. Мой канал Мишаня. Можете в YouTube вести. Почекай, почекай. А я что на тискаты напробил? И мовчат еще? Ты хочешь вообще, чтобы люди уничтожили в комментариях и сказали, типа, что я сейчас смотрю? Что происходит? Вот. Они даже не сразу поехали в больницу. Он не сразу ее повез. Ну это был очередной скандал вот такой вот. Он небезопасный. Его нужно притягивать до криминальной ответственности. Это 121 статья с причинением тяжких телесных ушкоджений. Мне кажется, знаешь, когда у нас трио, надо брать не один из всех уже. Надо что-то другое думать. Ну что, еще что-то короче? Не то что короче, а там, где реально больше можно потравить. Да? Напишите в комментариях, что это должно быть за шоу, если это не один из всех. Может, битва экстрасенсов? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там прям потравить так потравить можно. Это честно. Это будет торбо. О чем? Мне уже писали, говорят. У меня, в целом, только одна цель. Хайп, что хочет, то и пишет в комментариях. Подобается или нет. Главное, чтобы не токсик. Да. Другой, я жертвую. Я, на самом деле, до этого ставлю самоиронию. Все доброе. Два дня он поплакал. Ну, третий уже, вроде, уже полегче стало. Запухший и встал сегодня всю ночь, плакал впло. Но патчи делают чудеса, да? Да. Патчи на игры. 122 середньої тяжкости, 125 невеликої тяжкости. Что такое? Але в рамках дії закону про запобігання домашньому насиллю ніколи не проходьте повз, коли ви бачите, що тато, брат, дядько застосовується насилля. Ви зобов'язані повідомити про це про органи поліції, а вже вони нададуть кваліфікацію. Наскільки я зрозумів, до правоохоронців мама не зверталась. Не зверталась. Які заяви вона написала? Мама і Настя тоді написали заяву. Про сімейне насильство в сім'ї. Було написано, що постійно іздівається. А потім ночі забрала мама заяву. Чому? Потому, що коли ми прийшли додому, він знав, що ми написали заяву. І він почав, типа… Погрожувати далі? Чи він почав плакати? Імовірніше за все, почав розповідати про те, що він закінчить життя самогубством. Ну, він, типу, маму попросив, щоб мама забирала заяву. Ну, я вже не розумію, як цей чоловік може просити. Він може попросити по голові, стукнути. От він настільки психологічно на нього постійно дивив, що вона просто боїться. Я у нього так і спрашивала, ти боїшся? Вона, так, я бою. Чого вона боїться? А за дитину вона не турбується? Чого вона боїться? Тоже ні на чого вона боїться. Взагалі… Чи є в неї якісь підстави? Вона боїться. Вона боїться фізичної розправи. Взагалі боїться тільки ступини. Я зрозуміла. Ти, типу, підкалував, так? Це був сарказм. В даному випадку. Це іронія. Я зрозуміла, що не треба… Ну, добре. Ми не токсичимо. А я відповідь почав. Я зрозуміла. Якщо вона бувається? У мене іногда бувається. Я щось не… Не, не, не бувається. Ни в коем випадку. Валер, не бувається? Ні! Ви що? З одного разу такого не було. Давайте дивитися. Так вот. Я вважав таку, що Кастыра думається. Чого вона боїться? Чого? Я теж не знаю. Мені здається, вона все надумує. Так, так ходить людина… На самом деле, ти думаєш по-другому, так? Наверно. Все. Смотрим? Звичайно, Михайло. Вона не бить і щось трапиться з дитиною. Буде терпіти до останнього. Вона вже в такій залежності. Жертва. Але найжахливіше може вчинити Сашко. Саме ця дитина, яка це все терпить і бачить. І ми бачили по віду, що дитина на такому критичному взагалі… На межі. Я знаю, ви нашим журналістам розповідали, що від чим… Навіть лякав Сашка, що він вб'є матір та познущається з її тіла, так? Тут кончений просто… Мама з Нашою були в гостях у теті Каті. Це там возле дачі. Вони в очередній разу ж уйшли за скандалом. А він не сидів? Дома… Не говорили об этом? Говорить, ідите дому. Мама їм говорить… Але я не здивуюся, чи він сидів. Нет. Мама с ним більше не розмовляла. Он набирає Сашу. Говорить, якщо мама зараз не прийдет домой, я з неї вырежу все органи. Можеш так і передати. Де… Тут вообще маньячела какой-то, если честно. Ты прикинь такого на серйозе ребенку? Я ее там распотрошу. Буде весело. Ну він вже собі наговорив на кримінальну статю, за яку передбачено позбавлення волі, мені здається. Ну що це таке? А скринали в них сидять? Ну реально. Ну чому у нас не спрацьовується? Ну він кончений. Він реально небезпечний для суспільства. Сын ж мог тоже доказати і помісться з мамою. Пойти написати заявление. Или, да, я слышав, він хотів розчленить і так далі. Дайте, пожалуйста. Типа защита. Йежеш у нас тоже в Украине эта штука, которая запрещает приближаться на какой-то… Звучайно. Уны все пальцы, переломони. Я даже не могу придумать мотив, для чего он это все делает. Ради чего? Психоболь хворий. Ради чего? То есть ему доставляют удовольствие… Да, как чикатило. …измываться на… От чикатило. Ради чего это делал? Я не смотрел его историю. Я знаю, что там очень много жертв было. Но он был больным психопатом. Да, прицеп то же самое. Вот ему весело нравится. Ты не… А представляешь, где-то такой киндер, блин, по соседству живет, а ты не знаешь? А чему киндер? Ну, человек. Зазвучай киндер дитей называют киндером. Ребенок-маньяк Чаки. 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 Да, десь в сусідній квартире зараз дитина затисла руку тата в дверному прийомі. Это новый фильм ужасно. Ну я просто так обратился. Ну киндер – киндер. Ну я просто уточнив, мені цікаво… Киндер дитине своєму сина. Це знущання над дитиной. Я хочу тут говорити і про психічний стан мами перш за все. Вона не може його захистити. Вона з одного боку є жертвою, з іншого – повноцінним учасником процесу. Мама весь час обирає перевіряти, чи вішається, чи не вішається чоловік. Але вона кожного разу вішає свою дитину. Розумієте, коли вона біжить з ним, перевіряти, хто там де висить. Началось все еще, когда мама была беременна з Сашей. Он бил ее в живот. Несмотря на то, что Саша был там, как мама мне рассказывала, у меня живот был синий. Навіщо він це робив? Через что? Из-за чего? Просто из-за того, что когда они поехали на пляж, там были маме незнакомые. Это мама сказала. Стоп, перебью. Ты говоришь, мотив, мотив. Тут же ж сказали на початку випуску, что он ревнует. У него патологичный, типа ревнивец. Сказали так. Спасибо. И это важно. Он же еще камеры где-то встанавливал, следовав за ней. Тобто это его и есть мотив. А, типа возмездие идет, он уверен, что она ему изменяет. Вот пожалуйста, за грехи твои получай. Я рука Господа, я буду вершить правосудие. Сказала поехать на тот пляж. И он видимо подумал, что это она хотела с ними увидеться. Это из фильма. Цитата. Во всех, во всех знакомых. Ну, извините, мы с Андреем не настолько, чтобы, ну, чтобы все понимали. Ну, дядя Вова как? Даже к соседу ревновал, который, ну, у него жена, у них ребенок. Он к нему ревновал. З какого фільма? Ну, не помню. То есть, ну, дядя Вова, он и к нему ревновал. Он, ну, то есть, ну, что только не делал. Он мог у маме тапочки сереблянкой, проверить ли она ходит. Да. Что? Что? Я не слышу. Друзья, одразу вам рекомендую. Если вы видите, это в первую очередь. Да. Подивите, сначала окремо выписку. А потом... Что? Ну, какой фильм? Константин, по-моему. Константин. С Кианом Ривзом. Да, да, по-моему, абсолютно. Видишь этот фильм? Шикарный фильм. Я вообще Киану Ривза обожаю. Константин, да. А Джон Уик. Там с котом всегда в тазик. И вот так плюханул. А у тебя такой же кот, как у него. Ты тоже выходишь в этот? Астрал. Блин, чувак, це дуже токсично. Хватит. Валера, ты, блин... Я не знаю, сколько это раз уже сказал. Все забудь. Все забудь. Мы друзья. Мы дружим. У нас дружественная любовь. Ты любишь меня? Конечно, по-дружески, да. И его люблю. И мы большая семья. Семья Family Chant. Ты шкоду... Ты шкодуешь? Ты шкодуешь или нет? Я еще не знаю. Я еще комментарии не читал. А ты на лайф канале выйдешь, да? Да. Нормально. Лайф. Там тоже хорошо смотрят. Ну, там тоже хорошо смотрели. Смотрели. Раз, на следующий день. Отписка. Отписка. Я даже боюсь комментарии заходить. Надеюсь, конечно, что все будет хорошо. Да, всем зайдай. Все будет добре. Да. Да. Саша был эти тапочки. Это ты только что показывал. А, типа... Ну, скорее всего. Прошелся по подъезду. Просто уточни. Вот серебрянка. Ты ходила. Это так и называется. Бред ревнущев. И там человек абсолютно уверена в том, что она говорит. Безумовно, критично зрозумела, что этого не может. Там был брак ревнущев. Типа бред. Ну че бред. Чувак, ты брэд, это так хлеб. Типа ты не саша. Пошлев. Точно дробь. Брэд. Бред. Да. Да, да. Давай смотреть. Мне бы, честно, она сказала, бред ревнущив. Типа, забула, как украинскую, ну, украинскую маячня. И она хотела сказать бред, российскую. И сказала, бред ревнущив. Я просто подселял уже в комментарии. Чен, я не знала тебя, нахер на ты их вообще... Как остановить кровь из глаз? Какой ужас. Из ушей. Запускай. Но у него все очень хорошо. У него все очень следовательно. Все логично. И там, как бы, можно даже объяснить какую-то мере адекватность. Так. Эта своя логика, она не даёт возможности пояснить, что это не так. Ну, надо подкрасить, друзья, что для девчаток... Хотя у меня на канале вы можете показать все свои умения, возможности, чтобы люди понимали, что будет происходить на ваших каналах. Какими крутые смотрящих. Да. Причём мы разные. А то я сейчас буду вас ещё задавливать, чтобы люди понимали, как бы... Не, ну у тебя спасибо за этот шанс, у тебя презентация наших двух каналов, да? И в это же время выходит офигенная коллаба. Аус Ченд. Я, если честно, ничего не зрозумел. Ну ты главное махай головой. Да. Штольня. Що? Штольня. У нас спочатку было весело, прикольно, потом стало страшно. И больно. Ха-ха-ха. Ты не знаешь цей третий? Не знаешь? Цего известного автора, имя которого мы не назвем. Пошли. Штольня? Штольня. 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 Теперь он почувствует, что такое выкладывать такие ролики у себя на ютуб-канал, да? Не смотрелся, и я не смотрелся. А Сергей пытался убить свою дитину, Сашка. Так, так. Из своего сына. Еще не роденного. Почему ваша мама после того его увидела? Я не понимаю. Не знаю. Может потому что любила. 12 лет, ваша мама вместе с Сергеем. Причем 12 лет. Саня сколько лет? Там же не 12. Логично. Ну меньше. Ну 10. Ну 8. Я ж не думаю, что он в начале был такой прям, хотя ну ладно, первое время может быть еще был какой-то с масочкой на лице, а потом понеслась. Вечный тато, когда он оставил родину на такого неадеквата, он как на это реагировал? Он же, знаешь, мама хотела. Мама пошла? Мне кажется, ты его дружбанка. Мама ушла, папа, да. А чего мама пошла? Я думал, он вас покинул. Ну вот появился. Уже уйство, может она чисто позади. Та тихо, я пытаюсь понять. Еще раз. Еще раз, ты мне что и скажешь? Я думаю, что она просто по зачисткам выбирает человек. Любит типа плохих парней. Типа, типа... Под ноль. Хотела с Тетхем, а... Троечка. Сколько? Мама, это была причина Сергея после решения? Сергей. Аааа. Отже, насколько я понимаю, хит думок Сергея, если ты один раз пошла и пойдешь еще раз до кого-то, так? Он же так думает, напевно? Ну, наверное. Если ты, будучи за Межня, враговала со мной, то сейчас за меня ты вышла и все еще враговаешь. Когда вы остались с отчимом, то вам достаточно плохое, так? Ну, жилося. Если ты съела что-то не то, типа, уже ссора. А не те, это что? Ну, если он что-то купил малому, и это Малий со мной поделится, то уже начинается скандал. То есть у вас разные продукты были для родного сына и для нередной дочки? Нет, он просто все купил, типа, малому только. А для Сергея вы были просто как непотреб. Бедные дети. Ну, постоянно что-то боюсь. Что, он приедет там и будет мамой быть или что? Ну, они тоже запуганы, если честно. Эти девочки. Но видно хорошие, нормальные девчата, выхованные, все. Ты дома взагалі могла находиться для того, чтобы просто отдохнуть, чтобы сделать нормальные уроки, нормальные поездки, нормальные привести себя до ладу? Тебе взагалі дом был? Ну, иногда так и было, что нормально. Мало отдохнуть. Когда было тяжело? Ну, я быв постоянно мамой. Ты была смешана видеть? Да. Я защищала маму, стояла перед ней. Я так понимаю, что вы с батьком жили, так? Наталка, так? Да. Как мне сказала мама, это папа сказал, чтобы я жила с ним. Много вопросов для человека, который забирает 8-летнюю девчонку и не забирает 4-летнюю. Давайте все. А, типа, батя одну дочку забрал, а вторую оставил с мамой жить. А мать потом, говорится, нашла этого дурака. Одна, короче, страдала, а вторая, типа, жила с батей. А потом даже если понимание хорошо, что там конченый мужик, и мать с ним живет. Батя знает, что это его тоже дочь. Как тебе спить это в этом момент? Да, почему он, типа, вторую дочку не забрал? Я же думаю точно она сообщала бате своему, бате там полный звездец, ты сможешь меня тоже забрать. Честно, ну, это, ну, вообще, приклад, который не накладается на историю или батьки-дети, но, sorry, я не могу заснуть, знаете, что кот не зашел домой из улицы. Вот я не засну. Так, это кот, это тварина. Это вообще не то, что не в поревнянне. Это абсолютно разные темы, разные всесвяти. А как тебе спиться, знаете, что теоретично сейчас этот недоумок может ображать твою донечку, твою кровинку? Вона может что-то недоедать, может, где-то что-то плачет, потому что он ее образует. Как? Нет ответа. Сегодня его про это спросим, потому что он в нашей студии. Олександр. Что я сказал? Это первый муж. Я же скажу, это похоже, ладно. Я же скажу, да. Они похожи. Ну, конечно, мы не знаем, насколько там тоже шикарно было с этим мужиком. Негатив у нее были поводы, да? Может, он тоже какой-то недоквард. Добрый вечер. Можете пояснить свой вчинок? Ей там краще жилось, эти 12 лет? Ну, начало было у них очень феерично, у них все было красиво. Слушайте, что там красивого та фееричного, как вы говорите? Вона иде от вас до другого? Это вообще казус получился. Я в начале этого просто не знал, что у нее есть там другий. Я работал ночным охранником. В смысле он не знал? Типа он с дочкой не общался? Типа там доча... Не, спочатку вона ему зраджувала. Она ему изменяла. Он об этом не знал. Не, так а потом же появился тот мужик. Ну... В гравильзалах весна. Я пришел на работу в такой легенькой рубашице. И под вечер, ну, побалакавши з ней, вона каже, я уже лягаю спать. И ложу малих. То бишь не звони, бо звонок телефона будет детей. Ну, я говорю, ладно, лягайте спать, больше вас не заторбую. А поставить, типа, на виброзвонок, типа... Тобто... Не, то они были одружены. Это еще в момент, когда они были с семьей. Он ей телефонует с работы, он пошел... Не, не звони, потому что дети это... А что нельзя поставить, типа, а если тут другой позвонит? Так это ж она специально ему сказала, что он не звонил, бо до неи зараз прийде коханец. Аааа... А он про рубашечку сказал, типа сейчас вернется за шмотками. Все, я понял. Это рассказ, как он ее спалил, короче, за изменой. Ну да. Андрей. Спасибо. Прохолодно. И десь через пів години, может через годину, приехал мой начальник. Я попросил его подменить меня на этот час, потому что працювало в моем городе от дома буквально в 50-ти шагах. А чому вы попросили подменить? Вы догадывались, что ваша дружина вам нравится? Та ему холодно было. Холодно было. Взяти курточки вдома. Холодно стало. Капец. Збегал. Открываю двери. И тут, ну, картина маслом. У меня стоят мужчины, який неизвестный. Как в художном фильме. А в чому он был вдягнен? А мне без разницы. В моей кофточке, которую я хотел забрать. Он как раз под меня и выскочил. Ниже от меня рост там. А, он втек. Он втек. Скажи, что мы прожили с тобой майже десять роков в горе. Капец. Майже тебе так на руках носил. Вона сказала, что у меня с тобой все закончило. Я тебя больше не люблю. Ну, я не хочу больше с тобой жить. Капец. Ну, давай так. Я сейчас на работу. Ты подумай еще. Ну, эту рамку еще. В смысле подумай? Алёх. Ты что? А уважение к себе? Ну, это люди не с такой ментальностью. Те люди, которые реально могут пробачивать. Ну, ты подумай, если что. Ну, типа ты подумай, да. Я сделаю выгляд. Давай хотя бы измена по почетным дням. Их меньше. По нечетным будь мне верна. Да, договорились. Ну, как так можно? Мужик. А чё? Тут без разницы, где ты работаешь. Какой у тебя социальный статус. Так непривычно. Я сегодня вообще очень много говорю. Ты ударь. Обычно я молчу. Молодец. Самое главное это... Ну, давай, насыпь им. Самое главное это и себя уважать, ценить. Пол не имеет значения. И уважайте, ну, в принципе, человека, с которым вы. Измена, это в первую очередь, вы себя опускаете. Если изменяете. С кем-то. Миш, подожди. По почетным или нечетным дням. Это ж ты жартовал? Ну, просто чтобы люди разумели. Я... А потом там есть такие, как я. Это был прикол. Дякую. Вот, я все сказал. Да. А взагалі, ну, теоретично, вы бы смирли пробачить зраду? Нет. Ни я, ни Настю. Настя это моя жена, которую очень сильно люблю. И совсем скоро она приедет. Тобто, вы хотели, после всего того, что вы увидели, дать ей еще один шанс? Ну так, а у нас же дети. Ви досить толерантна людина. Адже я не знаю, как бы я відреагував, как бы я таке побачил. Аминь. А что вас звинуватила ваша жена? В чем вы винны? Ну... Можливо, вы ей приделяли мало горизонтальной уваги? Ну, мам, вот я с этой работой загриннул. А ты пошляк! А ты пошляк! Горизонтальная увага? Да. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Пистолечек можно так дружину звабливать в вечере. Кохана, идемо, у меня для тебя есть горизонтальная... Я хочу до тебя проявить горизонтальную увагу. Она ложится, а ты из ванны выходишь с уровнем, да? Раз на нее, говоришь, неровно лежишь, более горизонтально. А ты знал, что горизонтальная поверхность не всегда бывает идеально равна? До речи, просто... Серьезно? Ну, я не знаю, я как... Ну, ты смотришь в горизонт. Ну, горизонт и вертикаль. Да. Горизонт и вертикаль! Я на этом и завершу это легочное литство. Он меньше начал увагу поделять ей женщине. Это как? Вона сексу больше хотела, или что? Чи нужно было не працювать? Ой, Боже, больше, больше. Ну, она собі нашла свое счастье, хоть живет с ним. Ну, давайте так. Я понимаю, что вы схильны до идеализации, адже в них все было добре, все началось красиво. Те не менее, чому донечок вы залишили и с таким сумнівным человеком? Ну, на той час, они были маленькие, но человек же ж был. Я не знал, який сумнівник или не сумнівник. Ну, ты, что я зараз почув... Что? У меня наушник застрял в ухе. Почекай, почекай, поверни на камеру, поверни, хай поди. А я до наушники делаю. Щас, секунду. Такий звук захожем. Все реально удобно. А я тебе грел, типа, этого. А, Боже. В ухе не надо все засовывать подряд. Первый раз у тебя на канале такой конфуз. Все. Вставил? Да, вставил. Поехали. На жаль, він не здатний до решучих дій. Куди ви хочете забрати маленького? До нього? К себе, я. Ну, чекайте, а як вы уявляете, є батько, він віддасть дитину, скажет, да, забирайте. Прямо довести, что это не адекватный дебил, да. Ну, он юридично є татом. Ир, а скажи... Да, он не є юридично татом. А кто он есть? О-о-о-о, а мать единочка. А вони не в шлюпи официалу? Чекайте, тобто він за свідоцтвом про народження не батько? Нет, он не отец. Афідець, шикарно. Так а хто він взагалі до цього маленького? Ніхто. Ніхто, да. На кого записана дитина? Ні на кого не записана мать единочка і все. Ну, по-перше, законодавчиця можна легше тепер відстояти. По-друге, ну не вже в цієї мами немає знайомих мужиків, які могли прийти і надавати йому посраць. Ні, вона нету. Вопрос, где она живет? Це її квартира і не? Це тож дуже важливо. Якщо це її, то... Може задавали, вистави. А якщо не її, то я думаю, що вона така понимає, що іти мене нікуди, тому я буду терпеть, хоча б крыше над головою. Ну, я предполагаю. Либо, взагалі, третеріонната, це взагалі для всіх. Ну, хотя тогда і перший варіонт тож. Тож, якщо це його, ну, треба сняти другу. Тож, треба сняти комнатку. Йежеш, общежитие, комнатки, да, типо там... Але у нього нету вообще никаких родственників. Ні хай-тек і так далі. Ну, блин, слушай, тут тож так жить? Ні варік. Хотя б просто хай. Хай-тек. Хай-так. Рідонок записаний просто на маму, в графі... В графі свідоцт про народження, у пов'язкового указується матка і батька. Вони не перебувають офіційно в шлюбі, і тому мама пішла і зареєструвала дитину тільки на себе. Та, ну, і вона ще думає така, ну, ще будуть якісь допонітельні діньки, як багато бувають, ще роблять, як мать-одиночка там. Хоча там, честно, якщо там такі діньки, що... Я не знаю, хто не розчитывает, але там, не знаю, там, хто мама-одиночка, напішіть. Ну, там ж шкільно до них. Якщо ви піднимаєте дитина самі, вам огромний респект, тому що зараз це максимально складно і офігенно, що ви ще збираєте свою життя і даєте життя молодому поколінню. Дякую вам за це. Наталя, Настя, ви тут. Боже, ніж не не скажеш. Сьогодні багато жахів розповіли про життя вашого 9-річного брата. Весь так забирає. Весь цей час він був залаштунками, його одразу люди не запрошували, адже вони обговорювали... У мене зараз, можливо, хтось забув, але відбувається процес детоксікації. Я на очистки. Я шлаки вивожу із організму. Куда ти їх виводиш, слухи? Кресло потім помирило. Не дитячі речі. Я все ж таки хотів би зрозуміти, що на душі у Сашка. Десь. Сидай, сидай. Привіт, сідай, куди хочеш сідати? Тут? Слухай, який ти дорослий, скільки тобі років? Дев'ять. Ти до якого класу ходиш? Скільки? Дев'ять? До третів. Ким ти хочеш стати у майбутньому? Дев'ять. Ще не знаю. Ти ходиш на боротьбу. Це ММА з мішання один на просто. О, ММА! Креслася, борьба. Красава. Одне діло борьба, другое ММА. Борьба — це борьба. А ММА — це як на кліпати, щоб згадати. Та йому батья с детства таке ММА даєт. Понятно, що пацан разозлился. С локтя, с клетки так. Молодець. А борьба — це… В смысле, але, ти шо, имееш попротив борьбы? Борьба — це офігенно. Я кажу, що це лайтово і що? Ніхіга! Ніхіга! Не бить морду. А шо, в борьбі морды бьют? У мене дядя мастер спорта по вольной борьбе. І що, вони морды бьют? Они не бьют морды. Ну а як за руки схватить, ти шо? Морды бьют? Та, при чому тут морда? Я кажу за то, що… Любая драка на улиці переходит в борьбу. Вот это вот стоять… Всегда бывает один удар, і борьба закройшла. Та не бывает, щоб зробити цей удар, його стільки треба ставити. Всегда борьба. Драка — це мерзко. Це не по правилам. Це грязно. У мене було несколько раз таке. І завжди борьба. Чуваш? По-перше, ваші стосунки з Настєю нас не цікавлять. Грязно і мерзко. А по-друге, скажи будь ласка, коли ти в останній раз бачив, щоб на вулиці, коли бились, робило так… Я це хотів запитати. У мене буде такі… А! 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 Я скажу, що мма, мма, у нас… Мене багато знайомих, кто займався в дитинстві цьому схожим, там не прям в них на тренуваннях прямо так жестко в дюшку. Ну да. Это жестко, это жестко, это жестко, а он говорит, что это жестко, а он говорит, что борьба это не жестко, но если сравнивать по жестокости и жесткости, то борьба это лайтово по сравнению с ММА. Ну потому что в ММА борьба это просто слюни, все в крови выходят в таких просто потеках. Ты же говорил, у тебя основная аудитория женская, они что в этом разбираются? А ты думаешь, что они не понимают, одно дело там позажимать друг друга, подушить и уши натереть, а другое облекать из носа, юшка вся летит. А почему ты вообще принизил аудиторию чем-то, сказав, что они что-то там не разбираются? Ну потому что мы сейчас более мужскую тему обсуждаем, борьба, кровь и так далее. Ой-ой-ой-ой, комусь прилетит в комментариях. А чего вы каждый раз боитесь, господи? Да, да все равно, смотри, по итогу я знаю, что... Когда ты получишь, как Валера, будешь думать, что говоришь, да? Валера тоже вначале не боялся ничего говорить, а сейчас смотри, как там произошло. Взагалі, как шовковый. У нас здравомыслящие люди смотрят. Валера тоже так говорил. Хлопцы, вы это слышали? Ну вы это слышали? Хлопцы, вы это слышали? Это правда, что ты выбрал борьбу для того, чтобы защищать маму? Так. Папа был, и я ее много раз убил. Мне уже не наблюдалось, что он каждый день... Маму там обзиваешь, и он ее унижает, что он другу своим рассказал про мое, а мама там обзивала ее по-всякому. Ну и матюками, и по-всякому. Думаю, что мама ему изменяет, но мама этого не делала. Поломал недавно, когда мы в Киеве тут были, палец поломал ей. Палец поломал, ага. И мама... Сидит маленькая дитина, а погляд уже дорослое люди, потому что обставины, этот боль весь, который он прожил, его просто мусили подорослышать. Тут ков, ну и шла, и поломал, и палец был. Я просто сейчас смотрю на тебя, и знаешь, как будто я вижу себя маленько, потому что у меня была в жизни самая такая ситуация, как у тебя. И я так же тогда не мог себе объяснить, почему это происходит. Потому что он был когда маленький, его тоже типа отец или отец клепал его мать, он в это намекает? Ну да, 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 я об этом первый раз слышу сейчас. Типа, что у него тоже было веселое детство? Да! Нажмай. Но так же захищал маму. А лед на меня еще? На твоем канале? А хочешь я тебе расскажу прикол? Я типа тут... Ты сейчас ему отвечай, и видишь, что ты арбузер. Я просто зрозумел, как это работает, а теперь просто не отвечай. Знаешь, у меня была такая фраза, на которую типа не требовался ответ. Но он мне так ответил, что как будто я чувствую теперь в чем-то виноват. Больше того, ты сейчас маешь извините. Как вы что-то. Ладно. Все хорошо. Надеюсь. Ну я на всяком выборе. Я еще комментарии не читал, но Миш, прости. Да ты тоже меня пробачь будешь сказать. За что? Давай нажимай. Не знаю. Не знаешь, так бывало отхопливал от Тата. Тебе перепадало от Тата? Чи он тебе не чипает? Сейчас нет. Он мне уже 4-5 лет не трогал. А что, до пяти лет? Ты пытался поговорить ей с отец, например? Я ему объяснил, что там неправильно, что ты это делаешь. Что ты там сначала доведи, а потом показывай то, что довел. Он говорит, что я уже все вижу, я уже это довел. А как, на твою думку, должен поводить себя хороший человек с дружиной? Чтобы он не ссорился, чтобы он не показывал там что-то в телефоне. Чтобы он постоянно сказал, пошли, сходим там в кафе, пошли эти что-то там. Ну, чтобы не ругались, а проводили разом время. В смысле, не показывал что в телефоне? Типа то, что он снял? Ну, меньше там знаходы какие-то типа компроматные, я так подозрю. Типа ты тут с кем-то общалась? Да, да, да. Он хочет нормальных, естественных отношений от отца и сына. Хотя у пацана, если честно, не факт, что жизнь будет именно айс. Потому что он живет такое. Ну, либо он уже запуганный, психика настолько поломана. То есть, наверное, он как батья не будет, но я на это очень надеюсь. Хотя, если ты каждый день такого показывает, то у человека в голове складывается, ну, наверное, это нормально. Ну, не скажи, потому что есть люди, которые просто смотрятся на своих батьков. И они не повторяют. Ну, два варианта есть, да. Таким не будет. Либо будет таким же. Да, я буду делать навпаки все, и все. Ну, я надеюсь, что все-таки это будет второй вариант. У меня, например, ну, если так в двух словах, то батько тоже зловживав жорстко. Зараз у меня с моим датом шикарные отношения. Я его очень люблю и ценую, но это как для приклада. То есть, у него был такой период в жизни, проблематичный, когда он много вживав. И у меня, по факту, тоже приклада не было, как в детстве должна выглядеть нормальная семья. Но, типа, я себе дивился и мотал на вуз, как я точно не хочу. И все. Ну, мне кажется, любая ситуация в детстве, она дает отпечаток в будущем. Абсолютно любая. Если ты растешь в негативных условиях, да, плохие времена рождают сильных людей. Ты потом пробиваешься, у тебя хватка по жизни. А есть, наоборот, дети, которые в тепличных условиях, они растут, растут, а потом жизнь. Оба, иди сюда, давай, давай, давай. И он такой, ой, а меня этому не учили. Все, что происходит в детстве, я уверен, это... Ты намекаешь, что у меня Алексей в тепличных условиях живет? Нет. Ты чё ты? Я даже не подумал про него. Ты не подумал. Почекай-то, я хочу сходиться за попкорном. То есть, его должна жизнь прям помотать, ты понимаешь? Да не помотать. Только тогда у него будет сильная хватка. А если у меня сын, как бы, не нуждается в каких-то моментах, я стремлюсь. Там много составляющих. Много. И тот не про Алексея Андреевича. Угу. Не трогайте святое. Вообще, говорю, не подумал. По его мнению, то есть, если у человека все хорошо, то у него жизнь будет... Да не все хорошо. Потом же начинают заниматься кружками, психологией и так далее. Но все, что происходит в детстве, и хорошее, и плохое, откладывает отпечаток. Но если плохое было, то что значит? Он будет с закалкой сильной, да? Не всегда. Но я тебе говорю про отпечаток. Ты сказал совсем другое. Все накладывает отпечаток. Все накладывает. А если все хорошо, то все накладывает. А это я для примера привел. Что бывает и так, и так. А когда ты имел на увазе тепличные умовы, чего ты в этот момент так погляд кинул по квартире Чендо? Как это связано? Нет. Ты как считаешь, что у меня ребенок живет в теплическом? В теплическом? У тебя ребенок только появился. Я тебя еще раз поздравляю с этим. И пока он ребенок. А с какого времени, считается, уже пошла теплица? Я не знаю. Поэтому. Типа пока он только родился, а когда он перейдет у меня в мой сад-огород. Ну когда допустим он полностью станет на финансовое обеспечение отца. Сад-огород. Ну да, ему ничего делать не надо будет. То есть дети в основном заканчивают где-то лет 20-18, да? Да нет, но они могут и в детстве этим заниматься. Что так мне пристал? Я Леху не трогал. Я даже не подумал об этом. Я примерно не подумал. Ага. Не подумал. Так это никак оправдание. Я просто говорю, как есть. А у меня еще и пишут, что он разумный, а он не подумал. Ой, я тебе вслух сказал. Чи говори б ты и с мамой про всю эту ситуацию, которая происходит в вашей родине? Потому что я каждый день это вижу, что они ссорятся. А лучше, чтобы жизнь тебя помотала или нет? Смотри, вот ты сейчас говоришь, вот есть черное или белое. Выбирай, черное или белое. Но жизнь в априори это доказано серое. А для тебя как лучше? А? Чтобы жизнь все-таки помотала и ты с опытом, либо чтобы жизнь не помотала. Жизнь каждого мотает. Никто девственникам не умрет. Жизнь каждого помотает. Что это вообще за расизм черное и белое? Да это не... Да почему тут расизм? Ну реально. Это краски были, а не расизм. И почему девственникам не умрет? Ты думаешь, что девственники не умирают? Да выражение есть такое. Ты понимаешь, что сейчас тебе в 100% смотрятся снотливые люди, и им это было неприятно чути? Что получается, они долго не проживут. Вы что, сговорились? Сговорились? Все, продолжаем. Не хочу, чтобы они ссорились, так что я думаю, что нужно уйти от этого. Я дякую тебе за такую досить дорослую и открытую разговор. Давай мы все-таки продолжим с твоими сестрами. Будем решать, что дальше делать. Это будет дорослая разговор. А ты ждешь. Хорошо. Ой, я как-то сомневаюсь, что Леха будет типичный. Знаю тебя, что ты всего в этой жизни достигал сам. Ты хочешь сказать, что он не сможет сделать для детей достойные умовы в достатку? Он обеспечит ему безопасность, но как грызть по жизни, поверь, он ему такой тренинг сделает, хуже, жизнь бы легче дала. Я его уже знаю. Сейчас из тебя сделали. У него еще не прорезались зубки, и он уже говорит, что он будет... Так вы сами подняли эту тему, алло. Я знаю, что Андрюха требовательный. До дитини... Да при чем тут ребенок? Три года на работу. До чего тут дитина? Тебе на дитину байдишь? Блин, они меня уже заводят. Мы тебя заводим? Від цього не з'являются, дети. Так что, заспокойся. Я как-то, короче, смотрел юмор, но он, возможно, черный. Давай. Расскажу маленькую историю. В тиктоке попалось мне видео. Какой-то, наверное, американский стендапер. Ну, перевод был, и суть такой. Говорит, вы знаете, самые несчастливые в жизни — это сперматозоиды гея. Ты его не кидал? Я не знаю, и что. Самые несчастливые — это сперматозоиды гея. Представляете, ну, типа, они там внутри такие заряженные, говорит, типа, они же там бороться на успех. Да, да, да. Типа, все, скоро мы на выход, там, мы же, эх, мы, кто самый первый добежит. И тут таки, чик, и они такие попадают туда, и такие... Это что, гимно? Я понял, куда они попадают. Сперматозоиды гея — они ж не геи. Да, да, и типа они такие... Это ему прикольно, что он гей? Да. А его сперматозоиды не гей? А они такие, прикиньку, обломы, они такие, типа, и все. Мне кажется, что это не очень толерантно. Треба сперматозоидам давать право выбору, куда он хочет потрапляти. Да, типа. В какое... Они хотели попасть в Агиленд, а получились... Аналенд. Аналенд. Да. Вот. Ладно, продолжаем. И кто-то называет его Хэппиленд. Так вот, да. Лёха в тепличных условиях. И я не держусь этим. Спасибо. Проходь за ваш тон. Пока. Малые прикольные. Пока. Ты уже? Как в тот раз? Пока. Пока. Что ты хотел? До свидания. По-другому. Офигенный, блин, старт у тебя на канале. Ты что-то хочешь сказать? Нет. Ты думаешь, что Алексея жизнь помотает? Что ты так привязался? Я чешу стики из одного. Что я и не поднял эту тему. Что я взагали тут сижу и за цепцием спостерегаю. А когда ты думаешь, что он у меня начнет работать? Ну, бизнес свой. Когда? Я аж откуда знаю. Когда? Ну, ты решишь, что я его буду. Эх, знай меня. А что ты знаешь меня? Ну, что ты всего достигал сам и ты будешь этому учить сыну? Ну, ты все. Хорошо. Разважаючи на все эти жахты платы, Сашка. Ты, блин, слышал на меня троллинг? Это был вопрос, где тут троллинг ты увидел. В каком слове ты услышал троллинг? Я спросил твою мысль, ты ответил. Чувак. Чувак, ты он прикалывается. Заспокойся. Все нормально. Выдохни. Гумор такой. Вы людина. Даже самое интересное будет. Я как бы у него спросил, а то ей скажут, что ты к Мише докопался. Да, да, да. Ты просто запитал. Чем, блядь? Чувак, это называется пассивная агрессия. От меня, да? Да, я уже экспертирую. Свертайся. Я не комплимент сделал, у меня. Спасибо большое. Ты любишь мою сыну? Ты любишь мою пассивную? Завязывай, это уже перебор. А кого ты и стверджи? Так хватит. Чендо чи сына? Снежку. Все, давай. Другий раунд. Боже. Мы тут делимся випуски про зрады. У меня есть Настя. Я люблю только Настю. Ты выдаляешь номер Миши с телефона? Заради счастья дитини Катерина Козлова. Добрий вечер, сидите. Добрый вечер. Катерина. Вы говорите, что вы с ним заради того, чтобы у дитинки был татой, что он действительно хороший татой. То где правда? Ну, он, как для своего сына, не плохой отец, но мало внимания. Отличная женщина, конечно. Защитница, блин. Вы знаете, нет. В общем, он хороший мужчина. Это он мне пальцы поломал, в живот бил. Но вы знаете, как для сына хороший, хороший. То есть, благодаря нему сын знает, как правильно хук отработать. Как бить так, чтобы синяков не было. Да, да. Как взломать палец так, чтобы это выглядела, как рабочая травма. Он вас хотел убить. Но не убил же. Ну, между прочим. Шутки были такие. Ха-ха-ха. С бензином, зажигалкой. А когда это он вешать на нас взбирался? Это он просто жертвовал. Это квест такой. Фантомима такая была. Просто вы же знаете, какие зараз дорогие кімнаты жахи. А он нам так влаштовал. Ну, собрал по своему времени, да. Определяем. Потому что он... А кровь, то, что я постичь, как не с носа, так с брови. Так это корисно. Потому что оно оновлюется, кровь в организме. Взагалі он такой мужик. А ренопластик, видите сколько сейчас стоит? Он меня смотрит каждый раз. Кряк мне в другую сторону. Говорит, можешь мне вот так вот гореть? А он еще раз кряк, я посмотрю. О! И вы знаете, лучше чем в детстве даже было. И ризноманиття, якое. Сегодня у меня низ такой. Завтра такой. Кто себе это может дозволить? Ни-хто. Я. А губы? Сколько стоит накачать? И он меня такой взял, такой лясь по губам. Все. Шикарный тату, я вас прошу. Мы просто без себя бы не гнали, если бы она не пришла, и не начала бы его тупо оправдывать. Ну, это жесть. Ну, это да, это жесть. Ага, то увагу приділяє тому, где вы. До психолога. Да, я думаю, так. То, может, он не очень хороший, батько? Ну, когда нет таких случаев ревности, то… А это бывает? Ну, постоянно подозревает. Когда не бывает, а часто? Да, постоянно. Ну, когда не бывает, а как часто? Постоянно. Ну, типа того. Да, у него постоянно подозревает, что до меня еще я ему возражаю. Как давно ваш человек начал вас ревнивать? Ну, он вообще был ревнивый. Но эти ревности как-то не так часто проявлялись. Я думаю, там я же ничего такого не делала. Может, он вас начал ревнувать? Потому что у вас отношения начались с зрадой. Ну, то есть он понимал, что одного зрадила и меня может? Так, но он на тот момент тоже прожил. У него была співмешканка. А что он рассказал про свою попередню семью? Чи так же он поводился со своей дружиной? Пояснил, почему он до вас пошел? Ну, он жалился, что она выпивала. Я конкретно ничего не знаю. А в какой момент у вас возникли отношения, когда вы понимали, что это человек вашей мрении? Еще проживала я с Александром. Александр працював охоронцем на игральных аппаратах. Это тогда, когда вы начали зрадить Александру? Да, это я начала встречаться. Женки, которые имеют двое детей и человек, не встречаются с другими человеками? Ну, мы первый вечер так провели, просто посидели там. А как вы познайомились? На работе у Александра. Почему вы активно знакомились с другими человеками? Меня познайомил Сергей, товарищ. На вещи? Не знаю. Можливо, на той момент уваги десь трешечки не вистачало. Не вистачало якоїсь поддержки финансовой. Из каких таких ознак вы установили, что Сергей может вас поддерживать финансово? А то типа был этим каким-то начальником банка? Нет. Просто в охране в игровых автоматах? Первый. А второй, который любовник был? Мне не хватало финансовых. А этот, который клепает. Он типа каким-то был, не знаю, миллиардером? Ну, они сказали он этим... Кем? Ну, картины, этот... Артиквариат? Артиквариат, вот. Точно. Но смотришь, понимаешь тут просто в чем фишка? Вона может просто... Можливо, он ей просто в зовниче больше привабливал. И она просто... Вона ж не может прямо сказать, ну я розлюбила этого, потому что он меня задумал. И она начала искать типа пояснения своих... Валер, мне кажется, что на внешность мужчины женщина обращает внимание в последний момент. Ее привлекает чуть другое. Уверенность, харизма, а денежные элементы это показания его статуса в обществе. То есть, для девушек... Ну, бывает... Посмотрим, обезьяны обезьяны. Но для нее он самый лучший. И он всех остальных строит. Красота не на первом месте. Не так, как у нас. Ну, и у нас тоже не на первом месте. Но более важна, нежели... Кто ты говорил? Ну, у меня очень красивая жена. А у нас так себе, да? Нет. Ну почему опять? Почему из этой ямы невозможно вылезти? Это ты сказал, я просто спросил. У нас жены очень красивые. И нам всем очень повезло. То есть, ты обратишь внимание на роду наших дружин? Лера. Мы положим. Лера. Ну, какие моменты... Ну, не знаю. Там детям что-то... Наш тройничок заходит в новое место. Ну, давай, он мне деньги. Я дитям купила спиднички, как сейчас помню. Коготи купила. Он мне на тот момент купил спортивный костюм. Коростюм. А почему? Не как-то оно так финансово. Я не знаю. Чому у человека вы не просили поддержки, для того, чтобы купить спиднички, спортивный костюм? Не вистачало тогда финансово. Я даже не знаю, не было грошей. У него финансов не вистачало. Понимаю. Но что делает женщина? Она его пилит. Иди, работающий. Або поддерживает. И стимулирует. Идет так же на работу. Я думаю, что... Девочки, лайфхак. Если сейчас с вами рядом мужчина, который мало зарабатывает, по вашему мнению, и вам бы хотелось, чтобы он зарабатывал больше, начните... Начните благодарить его за то, что он уже зарабатывает. И делайте так, чтобы он стремился зарабатывать больше. Вы наш стимул. Да? Знаете, есть такие женщины. Плюс, минус, равно. Да? Вы должны быть плюс. Не бывает такого, что у него произойдет сразу пик. Но потихонечку он будет стремиться. Он будет понимать, что его роль добытчика, она востребована. Вы в ней нуждаетесь. И вы даете ему веру. Он понимает, для чего это все. У него есть смысл. И он будет рвать и метать. Мотивированности у нас иногда и хватает. У некоторых даже с детства. Но женственность, которую вы несете, у нас ее нет. И взять ее можно только у вас. Поэтому мотивируйте и делайте так, чтобы ваш мужчина... Знаешь, что я тебе скажу? Мне больше, чем слушать твои близковичные и очень, знаешь, вишуканные, вместительные, интеллигентные комментарии, мне больше нравится спостерегать, как Ченд уважно слушает. Когда у нас просто ось там экран, и я вижу Ченда, я вижу, как он уважно слушает твои комментарии. И я уже даже, знаешь, хочу что-то, мабуть, дополнить, Андрей. То есть ты считаешь, что должны работать только мужчины, а женщины... Женщина может работать в свободное от счастливой семейной жизни время. Кстати, да. Это я придумал. У меня потом кто-то лысый забрал. Изначально это я придумал. А чем же тебе уже лысые не вгодили? Я должен... вот так вот. А вдруг она тоже хочет достигать? У меня такие, которые девочки и работают, и сами все достигают. Ну окей, и ради чего? А если, например, есть семья, где... Девочки, напишите, бабочки, ради чего вы достигаете? Есть, например, семья, в которой человеку комфортно быть дома, там надихать дружину, а дружина там, значит, такий локомотив в этой семье, и вона... Вот у меня тоже есть знакомые семьи. Если их двоих это устраивает, модель семейная, я только за. Я конкретную рекомендацию даю, где девочки все-таки хотят быть замужем, и считают, что основная, главная функция мужчины, ну, финансовая, все-таки больше, отчасти, на нем. Окей. Вот именно для таких девушек я даю рекомендацию. А те девчата, которые в шлюбе, и они работают, а человек дома, они не замужем? Они тоже замужем, но у них другая модель, и если ее и его это устраивает, ради Бога. Самое главное, чтобы они были счастливы. То есть я рекомендацию дал для девочек, которые задали конкретный вопрос. Что сделать, чтобы мой мужчина... Так все выкрутился, выкрутился, красавчик. Красавчик, только никто, это вопрос тебе не задавал. Выдохнул. Я еще ни на одном видео такую долгую мысль не толкал, это эксклюзив для тебя. Я еще ни разу ни у тебя, ни у себя не толкал. Блин, реально, блин, а мне так бедно, что ты на моем канале это не сделал. На твоем я ржал, как конь. Что? Дороче, ты тоже был эксклюзив. Нет, слушай, на самом деле нет, все без выкрутился. По-моему, все я раскладывал по полочкам. Мне кажется. Я не знаю, я не отталкиваюсь от хейта, у меня есть свое мнение. Я понятно, я не 100 баксов, я не Франклин, я не могу всем нравиться. Я не знаю, что тебе нужно сделать, чтобы тебе начали хейтити. Это твоя фраза? Да. Ну все. Я просто цитирую великих людей. Подлезло так подлезло. Тут в студии сидят женщины, которые так же прочитали. Поехали. Паня Катерина, вы меня извините, но я могу вам сказать при детях, что я вам в этой ситуации не верю. Не исключено через то, что он мало зарабатывал. Я не скажу, что это исключено через это. Шлюп идёт, двое детей, чего-то не хватает. И тут, в таком побуте, встречается такой азартный. В середине. Вони ж познайомились не в библиотеке, так? И не в театре. За стороной выглядела, как будто ты там немного ниже камер, что до другой ему там что-то трусил. Телефон давал на зарядку. Да, телефон давал на зарядку, продолжаем. Женка, которая понимает мораль семьи, хоть на игральных автоматах крыма, хоть в театре, хоть в публичном доме, она не зрадит. Как вы сейчас живете? Женка, которая в публичном доме, она не зрадит. Нет, это был кинец думки. Ну там кастера. Можешь отмотать, еще раз послушаем. А при чем тут вообще место изменения? Просто... Он не про это мав на увазе. Да? Ну ладно. А можно и про это? Где ты, с кем ты, что ты делаешь? Выйди на улицу, снимай стоянку, где машины стоят с одного ракурса с другого. Только говорит, это у тебя не спросили. С коханцем зараз лежу, коханку. Просто та решила рассказать вообще свой сегодняшний день. Ага, это... Выключите, пожалуйста, микрофон. Какие? О, с третьего. Сроби в видео по квартире, где никого нет. И вы его делаете в видео? Так. Это триндець. Страх. Европейские институции борются за то, чтобы человек не была под постоянным наглядом даже у следовательных изоляторов. Это и есть ответственность. А вы позволили в собственном доме это сделать? Давайте посмотрим, как это происходит. Ой, вы это в Сингапуре скажите, там вообще все в камерах. Не один раз я находила камеры видеонагляда, регистраторы. Вот тут была, побачила, камера стояла, была так аккуратненько прикрыта. И я заметила, что мигает синем. Подивилась? То есть тоже дебил. Ну, уже спрятал. Ну, если ты робишь, по-людски. Ну да. Типа херят мигает, тупо таким прям вспышкой. Ты olarak понял, тжиках, тжикk. Нет, ну я вон такой, с камеры заходит, причина остановки. Смейся. Ну, скажи да. Все. Стоит камера. Ну я она накрывала и ни чим. Доброе думаю хоть стоить. Хоть стою, он заметит к. Хоть стоит. Я такой одно не понял. То же, получается все происходило для того, чтобы он пытался ее запечатлить letter nenhum. Э, измену да. Да, он пытался понимать отсюда коеточный оказ Singerita, Chineseiro может быть. Тут была камера на вешалке. Фу, на хрена поставил дверь рядом одинаково? Или он, наверное, в разных направлениях ставил? Я нагадаю, что это человек, который бьет свою движину, как раз обувь поставил камеру. В обувь. Ну, кончено. В цему кутку, на ящику, так уж на... Хрена, если он на квадратный метр напихал камеру? Я скажу, просто, блин, в тапок, на одну полку одежды, вторую в удочку запихнул, в гадушку. Час стояла камера. Это маленький тоже обнаружил эту камеру. И на коридоре. Камера еще стояла тут у нас у счетчику. Йоперный театр. Прям это, агент 007. Фирина себе такая. Джеймс Бонд. Может он на МИ-6 работал? Это вот так. И в другой комнате также были камеры. Это то, что видели. Вы знаете, это первое, что обычно делают жертвы в отношениях. Залежные люди от отношений. Они считают, что если я позволю за собой следить, если я позволю ответить на все вопросы, которые мне в любой форме задают, я просто смогу объяснить. И тут уже співпрация заключается в том, что один не ограничивает себя тем, что он контролирует все, а другой весь час дает ему свидетельство. А я оправдуюсь. Вы надеетесь, что можно себя хорошо проводить, и он успокоится. Насправді, это лишь производит новые и новые и новые его требования для вас. Далее больше. Адже ваш человек не только установит камеры, он еще и забирает все ваши телефоны, установит специальные шпигунские программы, которые отстеживают все ваши пересывания, переписки. Я туда и не лезла. Честно, я не понимаю. Это просто страшно. Оно мне не надо. Установил, ты установил. И что он там надевает? Ну она тоже, знаешь, такая, ну установила, ну мне все равно. А ты бы не понимаешь, что с людьми не все нормально вообще? Ну хочется ему знать, где я. Хочется ему слышать, что я говорю. О, Господи, ну мне не жалко. А так он нормальный. Мне кажется, в современном обществе, даже если пара начинает встречаться, он говорит, вот тебе пароль моего Инстаграма, возьми телефон. Девочки думают, блин, он мне доверяет. Да, потому что, ну... Я не давал своей жене пароли к Инстаграму. И я не давал. Когда встречались. И взагаля Николы не давал. Ага. И у нас взагаля... Я знаю пароль, ну пароль вид айфону Катиного, но я взагаля, ну... Я не клац. Николы. Я тоже. Николы. Никогда. Серьезно? Это мой принцип о жизни. Что Настя у меня не берет телефон, что я в нем. И это относится на телефоне. Абсолютно всего. Никогда ничего не делится. Не, я просто к тому, что... Ну, я вспомнил момент. Ты когда-то проверял телефоны? Не. Ну, не Настя на вообще чей-то как-то в жизни своей. Задумался, значит да. Ну, знаете, точно нет. Ну, ясно. Ясно. Ясно, ясно. Ты даже не сказал бы так. Бо видео как бы записывается. Ну, что пишут? У меня было как-то. Ты проверял? Ну, со Снежкой нет. А в первых отношениях да. Ну, была просто причина того, что я реально знал, что тупо мне роги крутят. Ого. И да, типа. И потом по факту я открываю и тупо такая переписка прям там, не знаю, на месяц-два. Там привет солнышко, как ты и так далее, да. Я даже когда Украина мой талант был рассказывал. Ты что, Джорстин? Хотя до этого не доходило, но потом так оно пришло, что… Я про телефон не помню. Но хотя же вот это вот маниакальное недоверие и ревность – это ужасная штука. Я считаю, если ты уже не доверяешь человеку… Ну, смысл. Пиши хана отношения. Да, всё-всё-всё. Я не знаю, что должно произойти, типа… Может, время до хрена… Да нету столько жизни. Но если у тебя тоже появилось и ты этому доказал… Ну, не просто маниакально, типа, вот как у чувака там… Хотя, видишь, он тоже для себя… Почему маниакально за ней следит? Потому что… По факту он же так с ней познакомился. Да, потому что он любовник её. Да, он же понимает. Ты, значит, слабая напередок. То есть, если ты со мной так познакомился, скорее всего, ты можешь так и с другим. Да. Ну, как бы… А у него теперь всё, то есть его не исправишь. Он уже маниакально параноик, он уже будет постоянно за ней следить. И эти отношения, пиши, пропал. Их не сохранить. Это дурдом. Это шлях в никуда. Да. Да, поэтому… Доверять. Доверять, не проверять. Ну, хотя доверие проверяется тоже временем. Когда ты видишь, что ни хрена не происходит, типа, то нету повода проверять. А вы зачем встречаетесь на начальных этапах? Чтобы узнать друг друга и посмотреть, можете ли вы доверять. Если вы не доверяете, какого вы продолжаете? А многие пытаются не встречаться. Многие пытаются недели-две, давай спать, давай жить вместе. А потом удивляются, почему он замуж не живёт и так далее. Это потому что у вас уже всё есть. Он думает, чувак, ты все функции выполняешь, жена, спим, она готовит, мы спим. Что это свадьба? А сколько вы вообще считаете, что нужно встречаться и узнать про человека, чтобы с ней общаться? Всё. А жениться? Очень индивидуально. Очень индивидуально. Надейный фундамент. Это сколько часов? Да нет такого. Но я Насте сделал предложение через 4 месяца. А я сделал вообще спустя только 3 года. Я 1,5 года. Да нет какой-то цифры. Это реально есть такие случаи, когда он понимает через неделю, делает предложение, они всю жизнь живут. Нашка тупо практически сразу начали жить вместе. Хотя сейчас я понимаю, ну типа в моей идеологии это типа не идеальный вариант. Ну типа так произошло? Да. Да, я тогда был ещё молодой и так далее. Сейчас типа у меня чуть мышление меняется. Да, да, да. Ну тогда типа ну мы там встречались, она могла на ночь остаться, мы там общались, отношения и так далее. Тут не было такого присмотрись, подумай, год. То есть ухаживание всё это было как бы с первых дней, но не было какого-то, как сейчас в голове, или какого-то более чёткого распорядка по правилам. Кстати ты же просто дорослый стал. Ну наверное, да. Ну тогда было типа ну так. Он Мишка Довин уже в Бельшизрилом увидится. Ну я тут самый старший, мне 33. 31, блядь разница большая. Ну а в школе это считалось, помнишь, когда там разница более такая? Когда уже вы в таком возрасте, как мы это... Ну первый класс четвёртый, да. Да. Девятый, одиннадцатый, ну такая... Ну у нас было разграничение, у нас было. Было? Да. Ты шо? Ух ты, мелитопольские хлопцы. А я в Одесской области вообще-то вырос. Ну и в Мелитополе? А? В Мелитополе я учился пять лет. Ага. В 17 лет прожил на берегу Чёрного моря. В окно моря видел. Классно ты. Ты шо? Тричастный дом уже был. Поехали. Какой бля-мажор, да? Вау. Тричастный дом, бля-мажор. Я просто путешествовал. Ты даже не рассказывай, что ты там из обычной неблагополучной семьи. То что ты вывез в тепличных умовах? Да, да. В тепличных умовах вырос. Вы же не видели эти дома? Да, тут неважно. Сам факт был. Дом был. Три. Сомневаюсь, что это было три сарая. Ну, первый близко. Близко. Второй мы полностью переделали. Не 3 в Мелитополе. Не 3 в Мелитополе. А 3 в Мелитополе. Сок квадратов. Чего? Дом. Какой? Хотя бы какой-то. Самый большой. Ну, не знаю, 80 где-то. 80 где-то. 80 квадратов дом? Да. Самый большой? Ну да. А самый маленький сколько? Три. Чисто просто. 50 где-то 60. 50-60. Хорошо. Тобто в Сумах не кількость. Где вы были? Десь я была и в Вишневом. У меня есть доказы, у меня есть геолокации. Доказы чего? Что вы были в Вишневом? Хорошо место. В тот момент мы поехали с ним по гребу. Место хорошее вишнево. И в тот самый момент я, или мой телефон, как он стверждает, находится в пригулках. Не трогай в Вальях. Потом я же понимаю, что будут проверять спидню билизну. Було и такое. Звертать? Було. Я смотрел, кстати, выпуск там, где понюху измену определяли. У меня есть на канале ДНК. Вот он взял ее трусы. Что он собирал? Понюху определил измену. И оказался прав. Посмотрите у меня. Пахнет соседским бильзином. Он понюхал, а она пахнет другим мужчиной. Так, нет, это не Толик с первого. А, так это же Славка. Прикинь, я теперь каждый раз... Это же Славка с окружной. Валера! Валера, я теперь каждый раз, когда тоже там, знаешь, какой-то пример привожу. Там, Валера, слышь! Каждый раз Валера называю, вспоминаю тебя и передаю тебе привет. Каждый раз. Ну, прицинь, ты в каком контексте вживаешь привет? Негативно. Ну, там Валера. Валера. О, таки! Но я уже исправляюсь, у меня не Валера, а другое имя. Но я не буду назвать какое-то. Это неприятно, но я на тебе не ображаюсь. Ви пришли додому, он взял з вас билизни и шукал зраду? Так. Трапилося, что... Это триндець. Это триндець. Так, очередной скандал. И мы с Малим просто тікали. Земли под собой не чули, мы тікали до моей подружки. Мы там ночевали. И наступного дня, когда я прийшла, то он заставил меня это сделать. Так как я вимкнула, была телефон. Значит, то вимкнула телефон и десь пішла. А дитина заходилася с целью подружкой. Давай, раздягайся. Вот так. Так, если вы уже побегли, вы же от него побегли. У вас не было... А он думал, если у них происходит секс, то там, как в порнофильмах, он там на нее... У нее презерватив торчит. Просто серьезно, типа, что он там? В кармане. Что там обдристанные все трусы? То есть я, если сказал одно слово, он тут смотри, что говорит. Что ты на него не реагируешь? Обдристанные трусы. Ну да. Он просто говорит более правдоподобные вещи. Но почему в ней она будет идти домой, знаю, что он ее будет проверять и с ней будет встречать презерватив? Или в кишени? Где ты взагалі бачил, чтобы кто-то носил кишени в кишени? С собой, в карманчике. Так вот заберу на этот случай. Так, кстати, были такие случаи. Но у меня друга не рассказывали. Он реально в конце перематывал его и забирал, уходил. Не, ну это когда друг забирает, это он... Да. А она что пришла с этим? А она наоборот украла. И думает, вот у него. Украла. Ладно. Дякую. Ваша думка очень важлива для нас. Дали вам думку, уже тоди не повертатися. Ви ж... Так, чому вона повернулася, я не знаю. На ночь, чтобы в ночь такого такого не случилось. Я просто боялась ночевати, залишатися с ним. Ви уже пішли, то гуляли ви, не гуляли. Но это уже никакой разницы нет. Я же не забирала речи, ничего. Я просто как... Втекла просто на ночь. Рятувала дитину, чтобы она не видела вот этого. Да ну и те речи. У меня так знакомая повернулася речи забрати, а он ее кислотой облив, вагично. И вона... Нормально, это знакомая, конечно. Это подруги... Скажи мне, кто твои друзья. Я скажу, кто ты. Ну какие-то шикарные друзья у них. У меня знакомая возвращалась, ее кислотой облили. Бывают эти знакомые. Нет, смотри, она же не про друзей. Это постоянно, когда кто-то общается всплывает историю. Вот они... Померла. Он тебе ломал пальцы сколько раз. Ты ломал голову, руки, ноги. Наташ, ну все випадки. Я же по-моему с тобой говорила, я вибачу. У всех бывает. Угу. Ну покажите мне пальцы, кому не ломали. Ну я не верю это. Все это обманывают. Вот это вот сидят, вот такие святоши вот эти вот так далее. Всем ломают пальцы. Ну ты что скажите, что никому морду не давали. За статистикой 99% кому ломают пальцы, а один от иной они просто не зизнаются в этом. Да. Всех бьют, блин. Всех мужья, нормальные мужики, все бьют. Я же тебе объяснила, что там была... Я была не права. Вон мне сказал, что хочет перейти. Это мою билизну спидню. Я реально была не права. А я ему не дала. И поотримала по зубам. Я сама винна, то что? Учиня просила. Ну говорила же. Говорила, да. Понимаешь, мам, игнор — это игнор. А не когда ты бежишь за ним и говоришь, Сережа, я тебя игнорю. Умничка. Она специально его еще берет и поддевает, да? Ты же заметил, что я с тобой не разговариваю? Вот, я с тобой не разговариваю. И еду я тебе не даю. Подумай хорошо, прежде чем сейчас после этого все, да, программа, после этого тебе вертать тебя опять до него. Подумай 300 раз. Где-то я эту фразу уже слышал. Подумай. Хорошо. Ты понимаешь, что Саще там жить нельзя? Я почула тогда. Я тебе почула. Ну, если ты останешься с ним, то Саша там не останется. Я тебе почула. Що треба зробити чоловіку, чтобы вы сказали «досить»? Постойно обещаю, что оставь это все еще один раз. Знаешь, как ты в мультиках, когда лежит така на рельсах, еде потяг. Вона така «не, ну это же всеми так бывает», да? И он стоит поруч, спостерегает за этим всем. Мне кажется, что ей нужно реально взлетать за специалистом. Она жертва, и на самом деле это подсознательно либо нравится, или не знаю, ей нравится. Я в самом начале об этом говорил про гормоны, помните? Вы еще поражали. Какие гормоны? Какие гормоны? Я просто говорю о том, что она жертва, ей нравится, типа быть жертвой, ей нравится. Да, на гормональном уровне. Так, без гормонального хвоста. Почему тут гормональный ривень? Она просто жертва, она в себя варится в своей каше. Может, ей нравится, она сейчас с кем-то сейчас подругами общается, и может, ей нравится, когда там говорят, ну ты бедненькая, она… Да, типа пожалею, да, постоянно? Ну да, но если видишь разные, типа она такая, ну да, ну конечно идиот, чувствует себя более лучше, чем он, типа такая, ну вот я ж лучше, чем он, как-то, ей тоже это воодушевлять. Я, конечно, не знаю, как ведут себя жертвы, но такое чудо, ну как-то же они живут с этим всем. То есть находят же для себя какие-то бонусы быть жертвой. Вот, наверное, так и вот, что такое? Я про жертву тут вот это тоже. Просто ты кажешь, я просто… Ты кажешь, я не знаю, как живуть жертвы, а я в этот момент просто глядывал на нишу. А ты подумал за него? Да, и типа чувак, может ты нам расскажешь, а он начал смеяться? Все. Есть что сказать? Нет. Я не жертва. Да я и не намекал вообще-то, потому если видишь, что я не ржал, я серьезную тему голосал. Да, все четко тут вот. А вы как будто бы начали ржать, я такой думаю, что, блин, такого… Родит скандал, еще одно таке принижение, все, я буду идти. Поверьте, тут немае варіанту, где вы сможете с ним примириться в тим, что он почне вам вирити. Он на это психично нездатный. И поверьте, что от вас зависит только одно. Ваша способность рятовать своих детей и себя физически идти и больше никогда не контактировать. Вы свое життя перетворили на постоянные виправдания. И вы понимаете, что вы подиграете этому идиотизму. Вот объясните то, что сейчас видите на экране. Это моя расписка до него. Я, Козлова Катерина Миколаевна, даю згоду Мироненко Сергею Григоровичу. Облите себя кислотою. Да, я, конечно… Многое в этой жизни видел, но… А вы же понимали, в разе, если он виявит, что я… Я типа изменял, да? Да, да, да. А если в разе доведения моей невиновности будет доведено, что я ему зраджула… Навище вы это написали? Охренеть. Ну, этот дебил не понимает, что эта расписка… Ну, если он все равно это сделает такое с ней, то он будет за это нести ответственность. Она должна была в идеале понять, что все дорогое… Задача расписки другая. Типа… Ее запугать психологически. Вот для чего. Она, смотри, когда читает, она трясется. Ну, я не понимаю, как после этого не попрощаться с ними. Ну, нравится. Я не знаю, какое оправдание. Правда, это вероятно. Это жесть. Это очень жестко. Если у вас есть варианты, да, ребят, мы не находим ответ пока. Как мы скучно живем, оказывается, да? Вон, как у людей веселье. Ну… Камычка. Он взмусил. Это было… А каким чином он взмусил? Ну, он даже не человек вам официально. Чому вы маете виправдоватись? Ну, вы самодостатня. Красиво. Кому вы шанс даете? Вы его любите? Скажите отверто. От просто кладучи руку на сердце. Я не думаю, что она чувствует себя самодостаточной, успешной. Любимой. Я думаю, когда приходит, ты ничтожество, ты никому не нужна будешь сыном. Тебя никто не заберет. Подивись на себя. Ты уже старая. И еще что-то. И она такая, да… Конечно, на протяжении 10 лет говорить. А женщины убить самооценку, мне кажется, даже легче, чем мужскую. Ну, реально, если сравнивать. 100% Намного легче. Тем более, он делает методично, не один год. Потому что женщины были эмоциональны. Вот и все. И все. И ты прикинешь, что она типа… Ну, я думаю, ну да, наверное, такое вот. А потом же это надо другому мужчине войти в ее жизнь и поднимать эту самооценку. Никто не будет поднимать. Потом находятся еще хуже, либо такие же и так далее. Ну, нормальный мужик, он подумает, ну, я манал. Ну, типа, ну, что женщина… Ну, зачем мне эти проблемы, да? Ну, да. Ну, типа, что, блин… Я, как умный мужик, я понимаю, что есть нормальные, хорошие женщины, хорошие девушки. Типа, все, этот не мой вариант. Я иду дальше. Ну, есть… Есть мужчины… Для этого есть время встречи и так далее. Она приходит такая, она на эту встречу. Ну, я вообще страшный, я это то, это… А скажи, а на каком побачении мы будем с тобой расписку писать, да? Типа… Тебе пароль сразу, да? Понятно, типа, удачи. Я потом наберу. Ну и все. Насправдя, на ней чекает очень большой шлях реабилитации. Если она хочет, чтобы они были нормальные стоимости. В идеале, чтобы что-то появилось, да, нужно работать над собой и… Вот вы столько пережили. Вы что, вы его любите? Я думаю, он хочет сказать, вы что, кончены? Хорошо. Без образ, но реально, если так жорстко… Ну, если бы это была моя очень близкая людина… Ну, типа, я бы подошел и не на камеру сказал… Я бы взял вот так зиповку и сказал, что ты реально конченен? Типа, кидай цего дебила, тикай. А за руку зачем брал? Ну, потому что, типа, хотелось бы поднимать и допомогти людине. И при этом сказать, что кончено. Ну да, чтобы… Давай, я – это она, ты – это ты. Ты конченый? Хреновый ты, психолог. А, нет, не так, стой, давай еще раз. Ты конченый. Вот такая интонация движки не та была. Я же кто? Давай третий раз. Та и все хватит. У тебя все рази. Не до конца. Давай. Вы были своему человеку единственное, что с вами можно так поводить. Вчера не жаловалась. Как с непотребной речью. Как с ганчир. Валера. И подпитывается просто, как вампир. Он просто насолодо отримает от этого. Катерина, вы гарная женщина, вы струнка, вы разумная. Вы имеете право на счастье. С ним вы счастья не получаете никогда. Пока вы пытаетесь его уберегать, вы потеряете сына. Вы понимаете, как это для него? Очень тяжело. Я просто не понимаю, ради чего. Он был когда-то ночью. Пошел в ярд, взял веревку. Ну, не сделал. Он маме смс написал. Я с мамой сразу. Дуже всплывался тогда. Думал, что он уже это сделал. Ну, быстро хотел, чтобы его до него пройти. Ну, окей, я впевнен. Меня будут реально хейтить за то, что я сказал, что она кончена. Ну, Йосип, твой дед. Ну, твоя дитина переносить оце жахиття. Там в фильмах жахів не показывают. Ну, реально, надо быть неадекватным, чтобы не вытягнуть дитину из этого болота. Ну, не заради себе, а заради дитини сделать это. Какая причина, что ты это терпишь? Потому что некуда идти. Это нужно что? Это ж нужно где-то родственникам проситься. Наверное, она будет пойти на работу. Или если она работает, это ж нужно давать какую-то аренду, наверное, за комнатку. Зачем эти проблемы? Да. А так я уже привыкла. Ну, отримала пару вещей в день, они все типа... Мне все понятно за эти годы. Я знаю, как бы, за что могу отхватить. Как бы плюс-минус. Ну, там как-то... Кислота стоит на верхней полочке. Я знаю. Рядом сахаром. Да-да-да, типа... Жесть. Ну, и вот мы получили ответ, что просто ну а зачем? Ну, это просто история про двоих ненормальных людей. Одна ненормальная людина — это агрессор. А другая, ну, вона безобразная. Жертва. Вона ненормальная людина. Ей треба щось з собою робити. Ей треба щось... Так нету вообще нормальных. Есть недообследованные. Ха! То самое просить дитину. Помирись с папой, пожалуйста. Помирись с папой. Він в девять роков не мусить нести відповідальність за те, чи вам лишатись с чоловіком, чи ні. Розумієте, Катя, це так само є насильством, коли дитина в девять роков надає пораду батькам, як їм жити, як їм не жити. Это... Может просто недообследованный. Он не нормальный. Он просто немножечко не такой. Да? А я считаю, что он не нормальный. Ну то ладно. Не нормальному. Там жарт в защиту Миши, скажу. Миша сказал, что не бывает нормальных людей. Бывают, правильно? Недообследованные люди. А, то есть нормальных просто не бывает. Він натягнув коротко, что мы с тобой ненормальные. Просто мы думаем, что мы нормальные, но мы недообследованные. Я просто сказал юмор, который существует. Приголомшливый юмор, гумор, який просто нам с тобой... Стендап. Ну, ты хоть понял, я не понял, видишь. Ну, я и то не одразу зрозумію. Спасибо большое. Я просто стараюсь. Ну, он слышал эту фразу раньше. Если честно, не хочу. Нормальное навантажение на дитину, что он знает о ваших родственных конфликтов. И это ненормально, что вы керуетесь его словами. Я пропоную почути інший бік. Ваш человек настолько патологичный ревнивец, что он влаштував скандал нашему журналісту. Потому что думаю, что вы уже, Катерина, вы встыгли с ним врадить. Мне передают, что он ревнует меня с ним. До тебя, Антон. Мы здесь студию уже по кругу спустили. И Антон такой, как они узнали? Антон такой, да. Значит, я привабливый, значит все доброе. Так я думаю. И так самостоятельно тебе Сергей. Не знаю, что будет рисковать, но давайте его встретим с Сергеем Мироненко. Охренеть, это просто треш полный. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. О, пошел уже шуморду бить? Сергей, чем мы можем вам допомогти? Ну, кастырый-то. Ну, мне... Что он там встал возле него? Как интересная правда. Дивай на кастыру. Кастыра такие так, так, так. Что это за первый ряд? Не, ну реально он мне на маньяка-уголовника похож. Ну да, видно, видно, хворобливый такой погляд. Я не знаю. От лично он мне просто внешне, он реально меня пугает. Правда супруги, пускай мне супруга скажет, это правда или нет переписки от этих вот и подозрения, а? Сергей, чудово. Сидайте на диван. А хочешь прикол, будет реально ржака, якщо вона ему реально зраджувала? С кастырой. Ну, або всегда с кимось. Ну, с кимось. Та это даже звучит так себе. Зрадула с кастырой. Не, с кастырой, да. Зрадить с кастырой. Вы хотели почути правду от своей дружины. Расскажите, будь ласка, вашей дружине про те доказы, которые вы собрали протягом года. Фамилия такая. Я их никогда не показывал. Просто приходят и в телефон, и приходилось забирать телефоны. Ну, как бы... Ну, приходилось их читать, как-то доказать, что это так. А навещо вы это делали? Ну, а кто бы такого не делал? Ну, если, ну, видишь... Все так делают. Это же у него в голове, типа, кто такого бы не делал? Знаешь, так, когда, блин, во дворе все бухают, типа, ну, все бухают. И я бухаю. Я бухаю, ну, типа, нормально. Все курят травку, и я курят травку. Ну, типа, ну, в моем окружении так все, а если это мое окружение, значит, наверное, все так делают, просто никто не говорит. Не потребно, якщо тебе здається, що це дивное оточення, вирвати з нього. Ні, все так роблять. Это как у многих женщин бывает. Все мужики козли, все бабы дурые. От, все, у него просто было тысяч человек козлов. Ну, они все таки. Все бабы обговорить своих чоловеков с подружками. И я буду обговоривать. А потом семьи сыплются. Какие-то подозрения, ну, неужели вот это... На экране мы бачимо те, що ви нам надали, так? Що це за докази? Что зрела и хорошо образованная женщина? Я отвечаю на сообщение только утром перед работой. 12 часов, так же вечером я отвечаю. Подожди, это он, типа, создал или что это? Это он нашел, типа, она это разместила. Типа, она Каролина Холланды. Почему подумал, что она Каролина Холланд? Доказать чего? Вот это вот, объясни, что это такое? Так, что это? Что это? Сообщение для всех, на ВКонтакте на выставилах, где это? Я не знаю. Хотя не ВКонтакте, для всех. Ну, давайте послушаем его, Алексей. Это своего аккаунта. Я не знаю, он мне показывал эту переписку Каролины, какие-то аккаунты с моего телефона. Но я так считаю, что это просто было у Google+, там, где, ну, я считаю, что там можно найти любый аккаунт. Это какая-то Каролина, я не знаю, где он. Это не Каролина, это сайт Каролины. Сайт Каролины? Ну, Каролина звучит так. Где он тут сайт увидел? Ну, для него, типа, это как-то... Это не сайт Каролина. Катерина, я це розумію, але ця информация была у вас в телефоні. І якщо цю информацию у вашому телефоні знайшов ваш чоловік, то будьте, будь ласка, ласкаві, поясніть, що це. Ну, все в интернеті було знайдено. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке, дійсно. Я не знаю, хто така Каролина. Я отвечаю на сообщение только утром перед роботой. Я навіть не працюю. Просто я не хочу рухатися. Просто покажи. У Шарин просто чувак, бляд, зашел в какой-то хугл-плюб, знаешь, там, типа, увидел какой-то отзыв. Стричку, стричку побачив. Знаешь, можливо, там не красиво. О, наверно... Что? Я даже не думаю, що она назвала бы себя какой-то Каролиной Хогус, это вот сообщение. Такой себе вариант, типа, познакомиться с мужиком, да? Без фотки, без нічого. А при яких обставинах... Вообще, хто бы на это вообще... Знаешь, я человек, который хочу с кем-то познакомиться. Это что за сервис? Google+, блин. Кто в Google+, іщет тебе половинку? Я даже не знаю, що це за клинення вообще. Я почти раз вагалі зацечую. Це знайшли. Як ви доводите це, що в цьому нас? Чого це, бляд, що вони щас показывають? Що це за масонські знаки? Це секс по телефону зашифрований. А ты откуда знаєш? Ви нашим журналістам казали, що... Я її коханець. Так, це був ти. Це був я. Що це показали, какой-то, блин, знаєш, поломанный сайт і ошибку вибіла. Ось це якісь шифри. А вимаскай неправда. Мені також говорили про ці шифри, що якісь поломані букви, а потім воно приходить таким текстом, як треба. Це матриці. Може, воно нео? Воно думає, що вони спілкується з ломаним текстом, а потім через програму це все розш... Іди за бєлым кроликом. Боже мій... Тобто баба навіть не шарить, що за нею можуть слідити? Куди це була відсилка? Матриці. Іди за бєлым кроликом? Звісно. Там був такий сюжет? Звісно, у нього татуха була бєлая кроль. Точно, да. Ти помніш? Да, да. Забейте на мою мислю, пацаны. Бєлый кролик. Бєлый кролик. Ну таке. Чем то вже втрачає хватку? Реально. Ти краще, Андрюха. Перекладай. Це вона спілкується. Якщо дивишся, там є текст, там, ах, знак питання. Вон там зашифровано слово гей. А оце, мені здається, це ціна обговорює. Це 7? Він такий, ні, давай 0. Вона така, ну давай хоч щось. Або старою версією редактора. І вона не розпізнає текст. Тут вона пишет, ти елоп. Видає таку абракадабру. Я сам з таким стикався. Ну такого я, ну, в мене... Ну я, я, я понимав, що... Это переписки є, а ось воно... Ну добре, давайте далі. Ще, давайте далі те, що надав нам Сергій. Будемо далі. Это, короче, он показує свої доказательства, її зміни. Ну поки що у нас є якийсь незрозуміла Кароліна. Пока прям фундаментальні доказательства. Присот какого-то сообщіння непонятного даже. В інтернеті можна просто скачати. І ось ця поломанна страниця. Давайте далі розбиратись. Давайте. У її маршрут... 153 км. Вона збиралась куда-то їхати. А там зверну увагу, це піший маршрут на секундочку. Вона хоче дійти туди за один день. Да, реально. Чого не зробиш заради кохання? О, там какое-то сообщение видно, що привет, ще какое-то сообщение. Ага. Аааа. Это щось похоже на почту джимейловську. Да. Ответить, ответить всім, либо... Да, да, да. Это почта джимейловська. А ось це точка, де вона була, мабуть, в місці, да? Так, що це? Ось це с правої сторони. Геолокація фоток. А ну дивимось. С правої сторони ось це, так? Да, это отслеживание моих действий. А що то за кружки? А это точки, типа, где она була, геолокація? Смотрели там, где я нахожусь. Это моё местоположение конкретно, скажу вам. Так. И что? Потому что там в два часа ночи возле моих родителей местоположение есть. А для чего комусь відстежувати, де ви знаходитесь? Я не хочу ничего объяснить. Щоб бути попар... А, типа, он думает, что теперь она его отслеживала? Щоб знать, когда он теперь не дома. Когда не дома? Ну, вона ж на попередньому пеклась, не знала, что он прийде. А вон знает, почему. Хотя говорила, что вообще даже не знаю, есть слежения, есть шары в них и так далее. Та я думаю, что я очень радую, что это в нас в них святку. Я не хочу ничего объяснить. Ну, не буду я ничего объяснить. Я хочу допомогти. Я понимаю. Я хочу разобраться и допомогти. Это же нормально. Если уже выкриваете в зраде, Сережа, нужно выкриваться в зраде. Если она виноват, то она виноват. Я не хочу ничего дальше. А если нет, ну давайте тогда скажем все вместе. Ай, заднюю виноват. Ну, пусть будет «нет» тогда. Да, я буду далеко. Будет так, как есть. Я же хочу разобраться. Я не хочу, чтобы вы согласились с тем, что она так, она не виноват. Нет. Давайте разберемся. Окрім того, вы нам еще дали видео. А ну давайте подивимось. А вот это вот… Как ваша камера зафиксировала, что она фиксирует? Это ваша кухня, да? Да. А что происходит? Я могу объяснить, что происходит? Нет, ждите. Не надо. Нет, ждите, ждите. Сейчас, Катя, мы вас… Катерина, я вас слушал. Хочу послушать Сергея. Поясните, что происходит, Сергей. Отбывается, ну… Она вниз рукой… Это там… Или второе пространство есть? Чего? У тебя, по-моему, в голове пустое пространство. Какое… Второе пространство. Почекайте. Или же… Ну, второе пространство может же быть, правильно? Конечно, блин. Третья вселенная… Давайте дослушаем, на них все пояснят. Почекай! Это… Это начинается Марвел с переплетенными всесвятами и параллельными реальностями. Доктор Стрэндж. Это пространство. Ну, как бы два телефона в одном. А? Чего? Два телефона в одном? Она типа в муляж телефона вклала еще один телефон. А вы знаете о существовании Доса? Знаете, почему мне лячено? Мені лячено от того, что я понимаю, про что он говорит. Он думает, что она в муляж телефона вклала еще один телефон, про который он не знает. И по тому телефону с кем-то… А, и стоит специально… Палится на камеру, да? Вона… Слушай, там столько камер… И я сомневаюсь, что вона… Я не знаю… Второе пространство. Второе пространство, потому что оно там где-то скрите. Я не полно. Ви маете на увазе в телефон. Да. И, значит, второе пространство находим. Она делает это так… Это голосовая почта. А так можно было, да? Типа управление почта. Это новая почта и айфона? Диви, в натуре голосовая почта. А вот так… В Телеграм что-то отправил. Не-не-не. Диви, а вот так… Это я только что отправил ММС. А вот так? Вот так ты его пополнил. А вот так? Только двушку снял. Apple Pay. Он больной. Он больной ногой. Он реально пришиб. Диви, диви, я зараз заражаю свой айфон. Ну-ну-ну, включи. Все. То есть не голосом говорит, есть хлопками делает, чтобы не голосом и звук создавать, а просто… Далает. Ищет. А потом фотографируют себя и отправляют куда-то. То есть вы выражаете, что в тот момент дружина надсилает голосовое поведомление или фото? Нет, голосовым поведомлением она открывает, куда ей надо зайти. Так. И кому она это надсилает? Я не знаю. Йосип, твой дед. Это пароль, да. Короче, он думал, что у нее в телефоне, сделав фразу абракадабра, открывается какое-то подменю, в котором она общается. Когда она закончила, она так сделала, и это меню испарилось, типа. И только в правильном дыхании и сказанным кодовым словом ты можешь попасть в это секретное... Довше дыхнуло, и выпадкован, и то она брала. Ой, я выпадкован. Жесть какая. Воздух – это пароль. Нет, он реально думал, что надо дуть именно. Не то, что даже какую-то фразу. Воздух – это пароль. Ты думал, что там какой-то стоит алкотестер, и именно твой воздух, оно понимает. Если в молодости много дути, то может быть вот такое. Вы дуете. Телефон открылся. Да, пароль. И фотография сделана класс. Отправились куда-то, Тарас в карман положил, и ушла. Мне просто интересно, из чего вы сделали такие выяснения, ну, смотря на это видео. Ну, я смотрю, ну, действительно, там есть ваша дружина. Нет, так вы посмотрите внимательно, просто там не видно. Сергей, в тома-то и справа, что я пока еще смотрю, довольно уважно. Я вижу, что вона на кухне. Дядьков не видим. С телефоном. Так. Причем-то дядьки. Вона подняла слуховку, когда ей зателефонировали. Вообще-то она только что дунула, и камеру протерла. Если ты сейчас посмотрите, она просто протерла фронтальную камеру. Да? Вот она дунула, и потом пальцем сделала вот так вот, Ну, причепилось что-то на телефон. Ты взял там что-то? Вот перемотай на секунду. Сейчас 37.05, поставь где-то на... 24.02. Не, ну, да, давай, да. Вот смотри внимательно. А что это, дядьки? Да, теперь нажми старт на экране. Нет, мышкой, блядь, ты взял, не так нажал. Да, скажи. Вона подняла слуховку, когда ей зателефонировали. Смотри, плюнула, и камеру протерла. Нет. Ну, что свитоколупали, небо. Ну, типа, ну, плюнула, и протерла. Да, это просто, ну, я не знаю, так можно причепитись до чего-то завгодно. Я бывает, кажется, снимаю. Диви, диви, Міша, зараз вот так вот, ну, вам не видно, він так ногами вот так махає. А, и я дивлюсь, каким интервалом он все это делает. Это, в нього просто телефон в кишени, и он им так йорзает, и это он отправляет... Такси заказывает. Фото коханца своею отправляет. Ну, это типа, ну, ты сам. Не, 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 там никто не телефоновал. Где тут инший простир? Чокнуто ютубо. Вимёр. Вимёр. Не, 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 вы не поняли. Где тут пароль по витрям? Дивися, 26.04. Дивилась фронтальную камеру, если честно. Я до такого додуматись можно по камеру. Новый телефон, и добилась фронтальную камеру. Просто, дивися. Не, там конкретно показано, что фотография сделала. Ну, она захотела, может, себя сфотографировать. Судя по тому, я вижу, она просто захотела себя сфоткать. Ну, навіть, якщо вона себя сфоткала, как он раздивився, я не розумію, что там видно, что фотка вышла взагалі. Ну, то, что я лично вижу, и сейчас смотрит на себя через фронтальную камеру. Все. Да, да, да. А у них живет кот. Причому кот, который любит точить кихті, как и все коты. Дивися, Сергей, я про что говорю. Ты очень уважный. Вот, видите, это и... Шерлок. И, возможно, я тебе сейчас еще, ты будешь в Швеции, у них есть кухня. И кофе. Машина. И накидка Adidas. И джинсы. Смотрим. Как минимум, одни. Бран. Велетенский. Ну. Это несучаснейшая техника. Тут видно все в деталях. Мы анализовали это видео. Формат. И мы действительно ничего не увидели. Поэтому я и говорю. А вы в себе на маленьком телефоне разглядели другий простор, пароль. Ну, не. Чи припускаете вы, что... По жестикуляции пальцев там все... Я тут про те, что... не могу, но пенька... Там вообще ад был. Ад был. А ей не было куда-то пить. Так, если от Кати не было куда-то пить, так и Жене не было куда-то пить. Так я там витворял лейконики. Уже на перпеку ей нельзя. Уже... Он и зверюки. Это вообще нанекается на людина. То... Так... Засранец. Нагадил всю жизнь. И спасхудили потом... Не, они мелкие секунды. Это монстр. Это потвора. Это гнида. Это просто... Это не людина. Это просто шмат лайна. Не потреб. Вот кто он. Он сломал жизнь одной женщины. Он сломал жизнь другой женщины. И когда это падло, это дупа с очами, слышала, что его сейчас схватят за его сраку, он встал и вышел. Дребный шкодник, это знаешь кто? Ну, дребный шкодник, это який, я не знаю, дружина попросила выкинути смятя, а он выкинул его через 2 недели. Ну, типа, когда дружина из Испании повернулась, ну, например, как вариант. А это... Это просто трендець. Это катастрофа. Вот, смотрите, Сергей, вы пьете, и что? Просто не хочу. И снова Сергей пішел в другой уровень. Мы должны понимать, что когда человек с таким психическим, психоэмоциональным, как Сергей, опиняется в реальности, эта реальность ему не подобается, так? Тут забагато вороги. Для того, чтобы он мог себе почувствовать безопасно. Когда он дома сам-на-саме с вами, або с детьми, он там цар и бог, и там его ци конструкции фантазийные, очень жахливые, они могут разгортаться, так? И там он вас может контролировать. И он тут абсолютно не находится поддержки. Поэтому, безусловно, он без этой студии ищет и так, и так. Ему тут невигодно лишаться. Он тут не контролирует ситуацию. Это его вводит из себя. И тут вы бачите перед собой человеку, изломленную, мягкую. Что? Ты шоргаешь свои шорты, а микрофон ловится в руки. Да я так хвилююсь, если честно. Абсолютная контрверсия. Вдома, когда он агрессивный, когда он запальный, когда он вас трясет, бьет и так далее. Это две разные людини с точки зрения зовнишнего проявления. У меня виникло ощущение, что Сергей вообще не понимает вопрос, которые ставят до вас последние 12 лет. Я так понимаю. Ну, не 12, ну, 10, хотя бы, когда начались его исследования и какие-то, возможно, теории и версии вашей зрады. Он даже не может сказать, что «Хай она зизнается в зраде», а вот «Хай она скажет, что было». Что значит, что было? Хай скажет правду. А какую правду? Была переписка? Была переписка. Флёртувала, флёртувала. Зрадживала, зрадживала. Это разные стадии вопросов, и разные стадии отношений киев и женок. И чого он, какую правду, и что для него правда? Она бывает совсем разная, достаточно разная. И вот, дизнавшись этой правды, я извиняю, беру вализу, иду, и мы разрываем отношения, которые и так не назначены. Або, я, дизнавшись правду, остаюсь и обливаю кислотою, отрезаю руки, ноги, на очах у всех детей. О, это все. То есть, почему в акторской мистерности есть задача? Для чего? У меня есть мета, я хочу это дизнать. Но для чего? Какая финальная стадия, какой кинцевый пункт, чего он хочет? Он вам когда-то говорил, что мы узнаем какую-то правду. Что он хочет? Вот я хочу правду, я хочу, чтобы все было правильно. Все хотят правду, так. Я говорю, что я тебе говорю правду, тебе этого недостаточно. Ну, вот, например, два варианта, вы говорите все життя, что вы не винны, вы не винны, вы пишете розписки, он не верит. Вы один момент приходите и говорите, так, вот вам моя билизна, вот мои смски, вот помада на чоловече, 40-ти все было. Что дальше? Что он делает в таком случае? Я боюсь уявить. Вот ради этого мужчины, у меня 12 лет не было мамы. Ради этого, ради этого, который нестает бред, который вернет тебе вот что-то, попало. То есть, на Сережу тебе было не наплевать, да? А я? А Настя? Наташ, ну, все випадки, я же, по-моему, с тобой говорила и вибачения просила. Ну, говорили же мне на это. А до чего тут вибачено? Ну, только понимаешь, ты себя сейчас даже с ним ведешь, как будто ничего не случилось, все хорошо. Это выглядит так, что вам все это очень понравится, эта такая игра. Нет, поверьте мне. Гра у шпигунев, гра у супергероев, которые вас находят. Поверьте, это не так. Нет. Действительно, это не так. Не понравится. Действительно, это не так. Вы действительно боитесь, что эта человек может убить вас и вашего сына? Не убить, а... А как? Прибить. Постейно діставать, как-то покаличить, где-то так. Покаличить. Тут справа в том, что он вас и в шлюбе каличит. Так. Так. И, извините, но... Тебе с вами. Вы сами решите, вы дорослые люди. Но дитина не может сама решать. И знаете, это будет несподіванка, когда у 14 лет за законодавством дитина уже сможет в суде сказать своё собственное решение, свою думку. Сашко может обрати не вас и не тата. Он может обрати абсолютно другую человеку. Сказать, мама, я не хочу с тобой жить. Ни с тобой, ни с татом. Я хочу десистеть. Похворю на голову. Сегодня с ранку вы прошли переверку на полиграфе и мы уже маем результаты. Вашему человеку я ничего доводить не собираюсь. Но вы сели на детектор брехни, я собираюсь я собираюсь его подорвать. прошла проверку. Если не прошла, тогда он её завалит. Правильно? Похворю на детектор лжи. Но это либо она умственно отстала, а не изменяла, не изменяла, не изменяла. Не зраджувала. И я такого же мнения. Яки запитання были поставлены и какие были ответы? Запитания были поставлены в связи с ситуацией. Чи зараджувала, чи вступала в интимные отношения, сексуальные отношения с другими человеками поза Сергеем за час шлюбу. И? В ответ НИ. Это правда. И это правда. Ну вот. Поздравляю. Дякую. Отже, я правильно вас розумію. Он скажет, ну пока нет, а дальше не знаю. А почему вы не задали вопрос, а хотела вступати в интимные отношения? А может, я сейчас спросить? И 12 років Катерина не зраджувала своего человека. Так, правильно. Добре. Дякую, Володим. Дякую. А, все, один вопрос? Существуют ли мужчины, которые не изменяют своим женщинам? Ты куда вообще клонишь? Существуют. И существуют женщины, которые не изменяют? Все изменяют. А до чего не почекай, до чего це? Я пофилософствовать хотел чуть-чуть. Ну я, не, ну слухай, ну це таке запитання. Ты знаешь, задаешь вопрос, а есть что в мире идеальное? Нет. Такие чувства, че иснуят на небе хмары? Знаешь, типа. Ну я чуть разрядить обстановочку, ну шо, щас смотрю, вы устали, шо, пчуть. Фух, я так втомився, якщо честно, реально. Лучше стало? Набагато. Михайло. Виходить, що... Я оцеми з тобою наступних двох пишем, я не знаю, як ми без нього. Витягнем, да? Фух, ти шо? Ні, я реально... Я навіть вже, я знаєш, і ми ще не почали писати, а я вже підсвідомо налаштований, що випуску ханна. Протягом цих років ви даремно терпіли побої, знущання, приниження, даремно вам ламали пальці, ви отримували забиття голови, струс мозку, ваші діти терпіли всі ці знущання. Куда ви пройшли? Ну, малый всегда просив. Вскільки раз, в последний раз я малого просила, кажу, сынок, зачем ти це? Я тебе більше слухателю. Мене вопрос спуститься, а зачем она пересаживалась в первый раз? Потому ж я... Дудоньки си... Режиссёра говорят, Алёся... Давайте я немножко поменяю место, сядь туда. Да, сядь туда. Сидела. Іще левише? Больше слёз, больше слёз. Іще левише? А она ще вже вийшла. Іще левише? Зашо? Не, ну осталось бы с дочками сидела. Так, а не, я лучше пойду опять туда сяду. Можете, сяга, сяга поведу. Залаштонка. Та ни хрена, у неё нету наушников, которые б ей что-то говорят. Серьёзно? Конечно, у наушники есть только у ведущего. А ты другий простир бачив? Можете поведомляють, що ваш сын Сашко хоче выйти до студії і дещо вам сказати. Це дуже нещерый вигляд. Це дуже важливо. Не, я помню про мужика, да. Сашко, сейчас сын выйдет. Ты хочешь только сказати, маме? Давай, Сашко. Скажи маме, хай кидається у додика. А додика, то его отец. А прикинь-ка, пацану весело житкою. У меня отец додик. Ну блин, ну бывает все в житии. Кто это? Это сын додика. Я сын додика. Ну по факту, да. Но жаль. Но это не додик, это дод. Большой кусок. Я сын большого куска гавана. Ну, не лучше стало. Ну да, якось. Не оптимистичнейший. И мать у меня классная. Давайте все равно на позитивную какая-то там, на мать все закончить. Да тут вообще позитив. Да, 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 чувак сломал 12 років життя людини. Да, прям вообще посмеяться можем. Ага. Говори. Для меня все важно, чтобы я не зря пришел на борьбу, чтобы... Нет, к ощущению, они еще были в очереди. Я пришел для того, чтобы тебя защитить. И чтобы мы были счастливы, давай уйдем от папы. Ты же наша малая сынка. Да, и что она сказала? Такая прикольная речь такая, да? Я обещаю. Я обещаю тебе. Все, он не льви. Вот. Мне бы очень хотелось, чтобы те решения, которые вы приняли тут в студии, про измену своего жизни, про то, что вы пойдете от этого монстра, чтобы вы все-таки не забыли и не забыли их за этой студией. Вы в прекрасном веке, в котором можно начать и можно чувствовать жизнь совсем по-новому. У вас такие дети, ну, чаривные просто, все троги. Ну, такие дети надзвичайные. Настолько хорошие, настолько понимые, настолько развиванные. Они настолько страждающие, и при этом они настолько добрые. Ну, дайте уже им всю эту увагу, что вы им надавали. Я вам хочу больше сказать. Вы, женщина, очень привабливая. Вы, женщина, которая потребует любовь. Ну, дайте себе хотя бы певен час доростить Сашу до того состояния, что он охлимается. Он будет себя хорошо чувствовать. И ваше особистое життя, интимное, оно так же складывается. Просто не с этого нужно начать. Иногда нужно сами пожить за то, чтобы узнать, как я, кто я. Чи могу я працювать, научиться заработать, научиться навести ладу такого в жизни, чтобы все было доброе. Катерина, я знаю, что вам не дожити. Так. И что, телеканал? Катерина, этого маленького героя, я допоможу вам с квартирой на первый час. Красава. Вы будете жить в арендованной квартире. Конечно, вам доведется пойти на работу. Так, так. И кардинально змінить свое життя. Вы до этого готовы? Так, готовы. Все, тогда будет так. Ну и вот уже история, может быть, о том, что просто она думает, куда я уйду и так далее. Ну, надеюсь, что она этот шанс не упустит. Ну, я думаю, нам трешки покажет, что было далее. И расскажет потом в коментарах. Но, со своей стороны, я хочу, чтобы ваш человек понес покарание за все те знущения, которые вы и ваша родина пережили протягом 12 лет. Я особисто передам все материалы и факты, которые мы объяснили в этой студии правоохранным органам. И я считаю, что он может понести покарание. 100%? Доброе? Абсолютно, точно. Это даже не обсуждается. Я приехал до города Лубни. Хочу встретиться с Катериною и узнать, как у нее сейчас дела. Право. Ходим до нее. Причем, давно, думаю, квартира была недорогая. Доброго дня. Как вы себя чувствуете? Как ваша справа? Добрый, набагато краще. Ну, выглядаете вы супер. Дякую. Слушайте, ну я радий таке чувствуете и бачу. Тут момент в том, а мужик, знаете, где она по-новому живет? Если да, такая себе спокойная жизнь, если честно. Ну, я думаю, что он после этого шоу, и с ним нормально поговорили, и он не будет лить. Ну, давайте, знаю. Ну, сейчас побачим. Возможно, вы сможете присвятить себе больше детям. И мы обязательно сегодня еще пойдем к вам в гости. Адже я хочу Сашка побачить. Винязково. Повторяйтесь с ним, поделитесь, где вы живете. Но сначала у нас есть некоторые незавершенные дела. Вы готовы пойти к полиции вместе с мной? Ну, и написать заяву. Поехали. Я думаю, вона злая, не может это сделать. Да, нет, это уже, я думаю, я чуть глаза открыли. Доброго дня. Кто и кто? Потопила Катерина. Вона зараз хоче зробить заяву про то, что было совершено против немашнего насилия неодноразово. После регистрации данный материал будет ознайомлено, проведена по нему проверка. В разе, я думаю, виявления в действиях вашего человека знак административного правопорушения или криминального, будем принимать меры. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. Катя, справа сделана. Вы молодец, что все-таки наважились на это. Я понимаю, что это нелегко. Хай правоохоронцы им занимаются. А сейчас я хочу что-то приятное. Где Сашко? Хочу увидеть Сашку. Ой, Сашко сейчас ждет нас на новой квартире. Поехали. У меня для него сюрприз. Поехали. Я о чем подумал. Давай, выдай это. Давай. Ты хочешь? А сейчас я хочу что-то приятное. Я вам квартиру снял. Заяву допомогу написать. И я хочу что-то приятное. Вот, видите, тот белый спринтер. Ходи. Ты думаешь, что он настолько нищий, да? Не, ну я ему доверяю. Ну просто не знаю. Я таки, пора подивитись на новую квартиру. Ихала с удовольствием. Они не снимают. Но спереди там маршрут 375. То есть они в обычную маршрутку залазят. И что, как бы даже его не в обычную маршрутку ехали. Что тут такого смешного? Не у всех людей есть возможность. Может быть, они приятны. А ну, тримай. Что подарить, подарить, подаровать бейцю ММА. Футбольнячку. У важность наша все. Приходьте, покажу квартирку. Після передача мы переезжали в новую квартиру. Нам зручно. Там для бейців ММА стільки все, шорти, бинти, знаешь. Нарешті я прорвала цю греблю. Слава Богу, шо уже конец. Все. Затишно. Слушай, ну так світло, так гарно, чисто. Ну, а ти? Як в тебе? Стикозник, стекло вылетелось. Приклею, припечатало. Оказалось, что ты боится ММА. Окей, нет. Дуже класно. Ми переїхали. Як справи? Папа нас більше не турбував. Ну, зараз з мамою живемо окремо. Папа, я не боюсь, що папа прийде там. Маму начнебудь жити з ним не хочу. Я побачив, коли зайшов до квартири, який щасливий вираз обличчя у Сашка. Він такий, він відкритий, він такий щасливий. Це дійсно свято. Навіть голос перестав тримкіти. Як від Сергія переїжджали? Ну, він сначала так і агресивненький, як хочеш, так і делай, так і делай, як вважаєш нужным. Мені синок сказав, мама каже, я на нього більше звертати увагу не буду. Нарешті я стала щасливіша набагато. Мені запрополувала гарну роботу. Я не боюся, що слідять за мною. Тим паче телефони перевіряють там. Я щиро вдячна вам, Михайле, і проєкту один за всіх, за те, що ви допомогли мені стати щасливою. Я так рада. Дякую вам. Тримайтеся, бережіть саме. А то воно, по факту, було там, не знаю, чині, вже кислоту доставало. Уже. Ти шмараць. Там і було. А така, ну да, так люгенька була, як би. І він щас вислежує. Люгенька була, дивіться, тепер цей палець зріся о так якось. Ну, так вот, випуск. Що скажете? Тут ще не все. Спасибо. Это, действительно, важный момент. Що скажете? Махайно, починаємо. Это був перший і последний випуск на моєм Бллайв каналі. Или все-таки имеет місто бути і ще? Може би другое шоу, либо це жоу нашим трио. Дайте мені об цьому знати. Ну, а я напоминаю, что если вам же все-таки зашло наше трио, если вы именно один из тех людей, то обязательно заглядывайте по ссылке в описании на наших еще два выпуска, которые один находится у Мишани, другой у Велла. И вы сможете там лицезреть. И там было тоже прям, ну, очень жестко. И весело. Да. Угу. Що скажете? Дай Бог не последний раз, как говориться. Ну, мені сподобалось. Так незвично і приємно. В тебе наречне на студії було це все записати, а то миш на наших каналах все. Каждає раз, да. А вообще другие ощущения, скажи. Дуже інші взагалі. Смотри, это вот канал Чендо. Там самый він в тебе знаходиться. Вокруг именно. Скорись. Ну, посмотрим. Ну, такие вражения. Короче, мы будем читать все ваши комментарии. Спасибо большое. Извините, если что не так. Мы хотели поднять вам настроение. И хотел уже от себя прощаться. Спасибо большое, ребята. Всех любим. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.